Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители наших опорных каналов и моего канала Хасая Магомедовича Алиева. Я думаю, что многие из вас эту фамилию слышали. Для меня эта фамилия достаточно тоже известна была. Мир довольно тесен. Я всегда говорю, что люди, когда они имеют какие-то интересы или когда они в чем-то неординарно, они обычно друг друга встречают. Оказывается, что мир довольно тесен бывает. Но, разумеется, я совсем другого возраста, в отличие от Хасая Магомедовича. Безусловно, я еще несколько более молодом в таком возрасте. Но, естественно, и меньше я за все это время смог сделать. Но, с другой стороны, тоже безумно интересно, потому что это очень продуктивный человек и очень интересный сам по себе. Я думаю, что сегодня мы с удовольствием пообщаемся. Я думаю, так же это будет интересно для вас. Касая Магомедовича, о вас я услышал еще в советское время. Еще там эта фамилия была известна. И считалось, что все-таки это человек... Ну, тогда считалось, что человек из телевизора это что-то особое. Или человек, который когда-то что-то написал тоже, когда эта книга или даже публикации какие-то выходили. Это было очень интересно, ну, очень ценно. Сейчас, конечно, понимаешь, что важно не только именно количество изданий, съемок и прочего. А важно продуктивность. А вы действительно очень продуктивный человек. И вот когда мы обсуждали темы, какие мы можем сегодня непосредственно обсудить, оказалось, у нас несколько тем очень связаны друг с другом. Вот. В той или иной степени мы каждый немножко под своим таким углом. Вот. И все-таки я бы, наверное, хотел начать с темы, которая для меня оказывается очень важной и очень существенной. Это тема психологического времени человека. Мне кажется, она пронизывает полностью всю жизнь человека. И, может быть, с этого вопроса, с этой темы имела бы смысл нашу с вами беседу начать. Как вообще вы воспринимаете время человека и как вы его видите? Спасибо, Дмитрий Анатольевич, что у меня большая честь с вами поговорить, потому что я смотрел ваши материалы, они меня безумно заинтересовали. Я даже несколько недель каждый вечер посмотрел ваши материалы по разным самым специалистам, по авторам. Там начиная от Гуджиева, Лаеха и так далее. Мне это очень интересно. Вы очень глубокий, компетентный человек. Поэтому для меня это очень важно с вами поговорить. Я готов ответить на все вопросы. Вот время психологическое. У меня есть такой тест, который я придумал. Полюс времени называется. Я предлагаю человеку, например, на одну минуту закрыть глаза и интуитивно открыть их, когда эта минута пройдет, по внутренним часам, которые он не считает, а просто так. И вот один человек открывает раньше того, а другой открывает позже. А третий вообще засыпает. И вот через это я могу судить о том, что тот, который засыпает, видимо, как только дали ему возможность немножко расслабиться, тот же организм взял свое, он, видимо, недосыпающий человек. Тот, который быстрее открывает, чем минута прошла, он напряженный, потому что для него каждое ограбление – это целая вечность, потому что мозг тратит много энергии. Ну а тот, который как бы одинаково с заданным временем, как бы умещается. Ну таких я мало встречал, но бывают такие. Второй ответ мой такой. Я вообще всегда думал о том, что человека преследует отсутствие личного времени. Отсутствие личного времени, то есть он все время задействован, он все время думает о каких-то висящих над ним проблемах, как за ЖКХ заплатить, как дочку со школы дождаться, как там пойти на собрание, как выступить, как книгу дописать, как там сделать что-то, что-то, что-то. Все время находится в ситуации задействованности, и у него нет времени личного для того, чтобы побыть самим собой. По существу вот это вот, то, чем я занимаюсь в нашей школе «Человек будущего» – «Homo futurus», это обеспечение человеку возможности получить личное время. Потому что мы знаем, что человек – это вот «Homo sapiens», человек разумный. Но откуда у него может быть разумность, если у него нет времени подумать? Потому что он все время думает как бы на заказ, он никогда не остается самим собой, чтобы подумать, когда у него уйма времени, когда он никуда не спешит, когда он никому ничего не должен, когда никому ничего не обязан, когда никуда вот не суетится, когда у него такое состояние. Я это состояние называю нулевым состоянием. Раньше я называл в первой книжке еще в 90-м году «Кручь себе» нейтральным состоянием. Я сейчас расскажу, откуда это у меня взялось. И вот в этом состоянии внутреннего безмолвия, внутреннее вот такое благоденствие, это внутреннее состояние покоя душевного, это состояние безмятежности, там нет суеты мысли, мысли не сопровождаются эмоциями. И вот в этом состоянии, которое я потом уже увидел, что по существу нирвана и есть это нулевое состояние, и путь к этой нирване – медитация. Ну, по существу медитация, так я где-то и читал в википедиях, что это размышления в переводе. На самом деле я слушал Далай-Ламу, он как-то говорил, что есть пустотная медитация и направленная медитация. Пустотно оставьте нам, по-тибетам он сказал. Так вот это нулевое состояние – это пустотная медитация. Потому что когда, значит, человек в этом состоянии безвремени, бесконечности, вечности, когда у него состояние пустоты в голове, ну, так называемое состояние не ума, или там безмолвия, или по-другому называется состояние великого ничто, или магическое состояние, ну, в разных методах, в разных теориях по-разному называется, состояние релаксации психической в Европе называлось, состояние дзен, может быть, ну, по-разному может быть, называется состояние фанал у мусульман, когда они это состояние называют слияние с Богом. Ну, вот это действительно соединение человека конечного с бесконечным. Вот это состояние времени психологического, психофизиологического, психобиологического, нейрокибернетического, как угодно можно смотреть с разных точек зрения, очень интересное явление. Последние годы я заметил, это стали называть дефолтом работы мозга. Ну, я хочу сказать о том, что в этом состоянии, когда человек выходит из стрессового напряжения, выходит на это обнуление, на эту разгрузочную, вот такой вот мозговой санаторий, у него происходит, во-первых, естественное, гомеостаз, включен активно, не мешает гомеостазу, восстанавливать нарушенные, истощенные функции организма, не мешает никакие представления, убеждения, авторитеты, которые у человека в голове, стереотипы, шаблоны, страхи, ничего это не мешает. В этом состоянии, он как бы в состоянии свободного сознания, и там происходит первое восстановление, а если он восстановлен, то уже энергия может освободившись, потому что у человека обычно вся энергия мозгового тратится на выживание, то есть на борьбу с этим стрессом, чтобы выйти оттуда. Но как только он выходит из стрессового состояния, то есть от перенапряжения мозгового, от зависания, как только он оттуда выходит, в это состояние безвремения, бесконечности, соприкосновения с вечностью, то в этом состоянии свободная энергия, которая уже не тратится на выживание, она идёт на творчество. То есть это очень важный момент. Вот когда у человека появляется время, то у него появляется сразу, творческий механизм начинает работать, потому что по природе человек творец, и он не может быть иным. Как только он освобождается от стресса, он начинает, у него происходит самоидентификация, у него происходит самопознание, у него происходит сплавление всех опытов, которые он жизненно работал, введенный некий опыт целостного развития творческой личности. Это очень интересное состояние, в котором как раз-таки, пребывая человек, начинает понимать сам себя, чего он хочет, и как этого проще и легче достичь. Это очень важное состояние, без которого человек не может быть человеком. Потому что все остальное время, когда он в стрессе находится, он находится в доминанте, в трансе и в выживательном событии, так сказать. Ему сейчас не до кого. Ему главное сейчас выжить. А здесь он может быть сопереживательным, любящим, созидающим. То есть может быть человеком. Вот что такое время. Знаете, в психологии, в глубинной психологии есть три основных столба. Первый из них, это, разумеется, Фрейд с его как раз индивидуальным бессознательным. Второй это Йог с коллективным бессознательным. И третий, это Сонди с его родовым бессознательным. Вот это вот бессознательно в любом случае во многом направляет поведение человека. И в соответствии с моими и наблюдениями, и моей практической работой, которую я провожу, да, и в лекциях я стараюсь тоже об этом говорить. Много достаточно. Очень многое, безусловно, идет от сценариев и из сценариев, которые заложены заранее. И вот то, о чем когда-то Эрик Берн писал с точки зрения сценариев, сценарностей, которые повторяются. Все-таки несколько генетические и родовые заданные модели поведения оказывались весьма существенными. И тогда получается, что само психологическое время в некотором плане у человека запрограммировано уже на некоторые повторения тех моделей, которые были раньше, там, несколько поколений назад. Ну, если мы говорим о трансгенерации, о передаче знаний, о передаче опыта, о вряде случаев, о передаче некоторых тенденций из одного поколения в другое. Ну, о чем, допустим, говорил, на мой взгляд, гениальный психолог. Ну, действительно, гениальный это Сонди. Да, вот. Ну, у нас много таких достаточно известных гениев. Кстати говоря, что самое интересное, один и тот же человек спас когда-то двух гений в психологии, связанных со Швейцарией прямо или косвенно. Еще один из них – это Ровших, Герман Ровших, которому когда-то он тоже помог. Кстати, Герман Ровших у нас в свою бытность работал под Петербургом в санатории в качестве врача, но работал он за еду и долго не выдержал. То есть, если не ошибаюсь, года полтора он под Петербургом в начале прошлого века проработал и был вынужден вернуться на родину в Швейцарию, но зато с русской женой. Так что тоже были какие-то варианты. По тесту Ровшиха, когда там человек видит лебедя, другой щуку, третий телегу. Да, это... Ну, вот его тоже называют гений психологии. Двух гениев как раз спас один человек, который имел, на самом деле, очень такие вот удивительные гуманистические подходы к ученым. Но получилось так, что не Ровшиха именно, а Соги выкупили из концлагеря вместе с семьей. Это, ну, я не знаю, это чудо какое-то, то, что это случилось. Но повезло. Вот в лекции по Соги, часть первая, я как раз рассказывал, как он пришел к своему открытию, каким образом все... Ну, не будем туда входить. Просто для меня часто, когда изучаю биографии людей, я начинаю видеть ключи к тому, чем они занимаются. Это раз, потому что это всегда становится очевидным и понятным. То есть, нет лишних контекстов. Как только мы начинаем понимать биографию, только биографию нельзя читать линейно. То есть, иногда бывают такие, ну, казерные, что ли, биографы, которые создают условные биографии людей. Это то, что очень неприемлемо. Допустим, по поводу Хармса, почему я иногда довольно, ну, так позитивно отношусь к его анекдотам про наших литераторов. Да, да, именно потому, что когда-то он выступил против того, чтобы из литераторов создавали иконы, что это были люди, а отнюдь не иконы. И он попробовал немножко привести это в какой-то цирк, но с другой стороны, в этом цирке была большая подсказка по поводу того, что создавалось в 30-е годы в плане цирка в отношении прежних наших людей, настоящих людей, которые были прежде всего людьми, а потом уже классиками. Да, вот это та самая логика. И поэтому, когда мы знаем биографию, мы лучше понимаем то, чем человек занимается. Но с другой стороны, когда ты отслеживаешь несколько биографий, то ты сразу начинаешь понимать то, что есть некоторые программы, которые четко, совершенно повторяются. И когда вы говорите творчество, и все люди творческие, да, безусловно, люди творческие. У меня отдельная лекция называется «Психологический анализ картин художника Гитлера». Там я довольно подробно рассматриваю с позиции психологических его картины и объясняю, допустим, если бы этот человек не ушел в политику, что бы получилось? Какие тенденции у него есть? Картина у него весьма говорящая, на самом деле, немного указывает. Был творческий компонент, безусловно был. Но что было? Обида. Что было с Юзимом Геббельсом? Может быть, если бы его заметили как писатель или как поэта, что он очень хотел? Может быть, он дальше бы не ушел туда, куда он ушел. Там он был весьма творческий, извините, человеком мелких ученых степеней. Но с другой стороны, получилось так, как получилось. И, разумеется, это гениальный преступник. Ну, гениальный в каком плане? Я не могу сказать, что он сам это придумал, как бы, да, сам это предложил. Он продолжил эти идеи. Но он сделал то, что, к сожалению, сейчас продолжает функционировать в мире. То есть, это работа средств массовой информации, воздействие на сознание массы и так далее. То есть, это все прекрасно работает. К сожалению, так. Но такие открытия бывают. Вот. Поэтому здесь, конечно, с точки зрения психологического времени есть вот, я воспринимаю, как несколько пластов. Вот вы описываете творческий пласт. Это очень важно. Творческий пласт. То есть, это возвращение человека к созиданию. Восстановительные и творческие. Восстановление происходит. Если человек не доспал, то через ноль сразу засыпает. Если у него накопились какие-то психотравмы, он там рыдает, он там стоит, у него происходит покалывание, мурашечки, токи по телу проходят и так далее. То есть, у него происходит некая разгрузочная, механизменная деятельность организма, которую он восстанавливает. Истощенные и нарушенные функции, а потом уже начинается творческая часть. То есть, по существу, я думаю, другие люди не творят только потому, что они в невротическом состоянии. Согласен. А как тогда дело касается аддикции? То, что я называю выпадение из времени. Когда, ну, анабиоз называется в биологии, а у нас это называется аддикционное выпадение из времени. Это не восстановление, это не реабилитация, разумеется, но это отказ от жизни. То есть, в принципе, подобный отказ куда дальше ведет? Ну, шизофрения. Мне бы хотелось уточнить немножко, вот отказ от жизни вы имеете в виду, это патологическое состояние? Нет. В ряде случаев человек, ну, допустим, некоторые клиенты имеют такую тенденцию, допустим, они боятся совершать работу над собой, для того, чтобы что-то менять. Не могут справиться, они считают, что лучше пусть будет так, ну, то есть они отказываются. Мне кажется, это нарушение коммуникативных возможностей, мне кажется, это просто не взаимопонимание специалиста и этого клиента. Нет, 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 просто в ряде случаев есть тенденции, которые весьма заметны. Я в ряде случаев объясняю таким людям, что есть опасности, которые нужно предусмотреть в дальнейшем развитии событий, на что нужно обращать внимание. Кто-то готов меняться, кто-то не слишком согласен меняться, он согласен констатировать факт наличия проблемы, но мне более того, это даже не коммуникация, это больше лень. Помните, у Маринка в «Зеленом лике» была такая хорошая фраза. Большинство людей кажется, что они живут, но они спят. Я хочу уточнить все это. Я хочу, извините, я такой дотошный, мне помогало на самом деле лучше понимать, вы же простите меня, я хочу уточнить. Я столько лет работал психотерапевтом, ну много лет, я не видел человека, который не хотел бы чувствовать себя лучше, чем он чувствует. Что значит меняться? Вот это слово очень требует определения. Когда человеку говорят, что хочешь измениться, конечно, он не знает, что это такое, он может как в тесте Рошаха, о котором вы сказали, видеть свое. если он жалуется на головной боль, жалуется на раздражительность, витомляемость, еще на что-то, на конфликтность, еще на что-то, что у него все из рук падает, что он на работу не может устроиться, еще на что-то. И если ему сказать, а хочешь, чтобы у тебя получалось, вместо слова хочешь измениться, потому что слово меняется непонятное слово, очень много людей не хотят меняться, поэтому, потому что они не понимают, о чем речь идет. Да, вот если мы говорим о изменении. Но здесь еще один момент важный, я всегда говорю, что большинство людей констатирует факт необходимости, допустим, излечения, выздоровления, но из них очень мало людей в реальности хотят что-то делать для того, чтобы что-то менять. Большинство старается просто констатировать факт. Вот очень важно, когда человек постепенно приходит к тому, что важно. Трудиться не хотят над тем, чтобы улучшить все, не хотят быть сотрудником для специалиста, да, хотят быть только пользователем, да? Да, безусловно. Потребителем, но то, что он не хочет делать какие-то там упражнения или там какие-то там технические приемы или там режим дня как-то переставить или там диету поменять не хочет. Такой анекдот про герудотерапию. Скажите, я прописал вашей супруге принимать пиявок. Она принимает, да, говорит, две съела, а дальше отказалась. Я еще помню, когда в Ленинграде в 70-е годы в апсеках продавали пиявок, стояли такие странные аквариумы, в которых как раз это чудо было, да, продолжение работы Дуримара. Но все-таки, как его в реальности фамилия была, Дуримарт, Дулимарт, Дулимарт, если не ошибаюсь, доктор был такой, с которым как раз Алексей Горстантинович Толстой списал этого персонажа. Из сказки, да. Пиявки там собирал. Мне однажды мой товарищ поставил пиявки на живот, а я поехал в Португалию, там международные были соревнования по парусному спорту, я вел тогда там парусный спорт. И эти следы пиявок у меня на животе, там жарища стоит, все ходят голые, загорелые, а я не могу рубашку снять, потому что у меня вот эти вот пятна. Оказывается, их не всем надо ставить без задания пробы, потому что у меня некоторые и у кого любые бывают эти пиявки. Потом такие следы, у меня несколько лет потом эти следы были, пока ушли. Ну, смотрите, по поводу психологического времени, все-таки повторюсь, вот недавно, несколько месяцев, назад, восполнил месяц назад я записал две лекции, которые называли «Жизненное пространство личности», где постарался как раз объяснить, что в наше время важно с точки зрения понимания своей жизни, происходящих событий, как правильно выстроить в своей голове эти события так, чтобы они шли несколько гармонично и постараться взять из прошлого, из того, что было, из индивидуального прошлого, ресурсы, которые важны здесь и сейчас. А сейчас действительно в этом довольно высокий запрос, время очень непростой, я думаю, для всех. Год очень специфический и, разумеется, это сказывается. Это тоже относится к психологическому времени, но для меня интереснее другое, что ваше психологическое время, оно насыщено весьма. и задам такой коварный вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы определяете природу гениальности? Людей, что такое гениальность? Как это проявляется? С чем это следует? Я полагаю, что все люди гении, просто не все знают об этом. Люди все гении, потому что мозг нормального человека, имеющий нормальное время и доброту душевную, если он занимается любимым делом, а любимое дело – это дело, в котором он одновременно трудится и отдыхает, то есть делает с душой. А все хорошо, что сделано с душой, все хорошо, что сделано с любовью. И поэтому, если человек найдет свое любимое дело, ну, а найдет он когда? Когда это дело будет востребовано, допустим, не только им самим, не только его природой, человек, который не может его не делать, это его генетика, он не может его не делать, и когда еще есть поддержка какая-то, когда то, что он делает, кому-то нравится, когда жена, например, говорит, какой ты молодец, и он начинает расти, а если она или брат, или кто-то скажет, да кому это надо? И срубят прямо как дуб наповал. Сколько людей так перебили, сколько людей запили, потому что человек по природе творец, и когда они не дают быть по своей эволюционной природной предназначенности в большом смысле самим собой, тогда люди деградируют, они начинают себя уменьшать, снижать уровень своей организации мозговой. Я хочу просто сказать, что найти любимое дело, делать это дело с удовольствием, с душой, тогда человек и здоровым становится, и счастливым становится. И как в этом материалах у вас было, Франкла, я смотрел, смысл имеет он тогда. Он тогда имеет смысл жить. Он имеет тогда смысл. Вообще, у него жизнь приобретает смысл. Я еще смотрел, знаете что, Чейксен Михаи, у меня есть такой психолог, который мне нравится, который говорит, что он изучал 60 лет после той мировой войны людей, которые выживали, а потом стали на ноги и стали жить. Кто из них считает себе, что он счастливый человек? Оказывается, из них, которые уже стали жить, для них уже не имело значения какой они доход получают, потому что у них было любимое дело. И когда они занимались любимым делом, они отрывались от всего, их уже не волновало, кто там в трамвае, иногда через сандаль наступил, случайно кто толкнул, вообще ничего не волновало, у них там происходили некие инсайты, вот эти вот, как они называются, чуть ли не оргазмические такие вот ощущения. Я считаю, вообще для мышечного человека, когда он что-то открывает, для себя. Это то же самое, что в тантра-йоге. Это такое прекрасное событие. Открыл. Такое открыл. Понял. Вот понимание такое. Понял. Вот это очень важное событие. И он сказал, 30% только примерно тех, которые уже твёрдо стоят на ногах, имеют достаточный доход, из них только 30%, которые считают себя счастливыми, что у них есть смысл жизни, это те, которые нашли любимое дело. И вот там, говорит, композитор пишет музыку, и он так входит в это состояние, что музыка сама как бы льётся, ему остаётся только записывать ноты. когда происходит совпадение между человеком и его деятельностью. Только 30%, потому что там, чтобы мастерство обладать, стать таким композитором, или художником, или печником, или барабанщиком, там надо 10 лет готовиться. А у меня по методике ключ. Оказывается, если человек снимает нервно-мышленные зажатости, то ему не надо 10 лет, он сразу может в любом деле быстро входить в поток. То есть сокращается в десятки раз и упрощается весь процесс. Потому что на самом деле, как я сказал формулу, когда деятельность совпадает с человеком, это и есть по существу в концентрированном виде метод ключа. То есть подбирайте действия синхронные, то есть резонансные к текущему состоянию в момент их применения. А сам процесс по принципу подбора путем перебора приводит к развитию творческого внушения мозговой поисковой активности, которая помогает потом человеку иметь такие качества, что все другие вопросы он решает гораздо проще и эффективнее. Я, наверное, немножко от стороны ушел, да? Нет, это очень интересно, потому что вы объяснили название, а для меня это крайне интересно, потому что природа терминов, которые приходят человеку в голову, она тоже очень важна. И то, что вы сказали, подбор ключей, то есть это, ну, я бы еще это мог сравнить с неким гомеостазом, то есть нахождение некоторого равновесия, аккуратного равновесия между тем, что есть, и тем, что возможно. Допустим, у Бурно или у того же самого Сонди, Коля, о нем я сегодня говорил, мне очень импонирует очень важный взгляд, что не стоит искать у человека только негативное, но по возможности нужно дать ему возможность творить, создавать или быть полезным для социума, для общества. У Сонди очень импонирует, какой подход? Не патология важна, важна не патология, важен не диагноз, нужно видеть человека, а не диагноз. Это на самом деле очень важно и очень ценно. А по поводу, допустим, творческого процесса мне сразу вспомнился человек, с которым мы были знакомы, если не ошибаюсь, работали, это Александр Романович Лурия, когда в 1929 году вместе с Леонтьевым они поехали в Узбекистан. И там Александр Романович Лурия, как обычно, осенило. И когда его осенило, когда он работал с узбеками, и когда задал вопросы, им выяснилось, что в беке, который без высшего образования, и без даже среднего образования, они мыслят только довольно прикладными понятиями, допустим, что такое, он показывает круг, что такое круг. Круг это колесо, круг это колодец, круг это хлеб. То есть они не умеют абстрагироваться. И Лурия бежит на почту и посылает Льву Семеновичу Егорскому, который на тот момент находится как раз в туберкулезном санаторию в Подмосковье, телеграмму «Молния», в которой написано «У узбеков нет иллюзий», подпись «Лурия». Через полдня приходит телеграмма «Молния» от Выгодского, а у Лурия мозгов. Точка Выгодский. И причем за это Лурия с Леонтьевым получили нагоняй. Но на самом деле это грозило следующим. Лурия, как казанский еврей, мог выступить дальше, не дай бог, конечно, слава богу, этого не случилось, как узбекский, прежде всего именно человек, который выступает за свободу Узбекистана от Советского Союза. То есть это сепаратист, узбекский сепаратист. А вот казанский еврей, какая связь вообще? Вот эта гениальность решений, хотя и его отца, у меня отдельная лекция есть про его отца, безумно интересный человек, его уже так и называли, это сумасшедший Лурия. Да потому что вот эти ага решения, они присутствовали. И допустим, когда мы говорим о людях гениальных или о людях творческих, которые влюблены в свою профессию, для меня Лурия, Лурия, правильно сказать, да, оба, и отец и сын, это действительно образец служения, особого служения своему любимому делу. Это действительно очень важно. А вы можете о нем что-то рассказать вот из ваших встреч с ним, какие-то... Вы знаете, я однажды по телефону разговаривал с Александром Романовичем Лурией, и в такой ситуации она была довольно-таки экзотичная. Дело в том, что я тогда был студентом мединститута и очень увлекался гипнозом и прочитал статью в журнале «Вопросы философии», по-моему, номер 7, «Кожное зрение, миф или реальность?» И за подписью Лурия было написано «Реальность». Меня это очень заинтересовало, потому что в то время Розу Кулешова все время по телевизору показывали, что она спиной видела, что пяткой видела, чувствовала, что в сефе лежит закрытым и так далее. И вот так вот будировалась идея, что у нее там какая-то ну, сверх паранормальная способность, и она видит кожное зрение и так далее. И я, поскольку увлекался гипнозом и одновременно иглотерапией, и я скажу, почему это важно, я подумал, что если люди могут видеть без помощи глаз, то, наверное, они каким-то образом прикасаясь к предметам или так вот на расстоянии от предмета по этим каналам, по этим каналам, которые, как известно, имеют меньшее сопротивление электрокожное, то может эта энергия вот этих колебаний световых, световых вибраций проникает, ну, у меня такая идея, воздух возникла, я детишек погружал в гипноз, вырезал фишечки такие красный, синий, зеленый, фиолетовый, раскладывал, и они у меня в гипнотическом состоянии с закрытыми глазами, не прикасаясь к этим фишечкам, говорили, зеленый, красный, я был в таком потрясении, неужели видят без помощи глаз с закрытыми глазами, потом выяснилось, что как только мы касаемся словами зрительного анализатора, то есть, когда я говорю, вы чувствуете свет пальцами, я провоцирую включение зрительного анализатора, а зрительный анализатор не может не работать без вот этих подмаргиваний, и поэтому они невольно подсматривали, я тогда увидел, что они на самом деле не видят без помощи глаз, а подглядывают, сами того не подозревая, потому что в гипнозе находится, тогда я позвонил Александру Романовичу и сказал, он был в Москве, я в Махачкале еще тогда был, я позвонил ему и сказал, что вы знаете, вы написали такую статью, и я под впечатлением делал такие опыты, и я пришел к выводу, что это не так, он говорит, вы знаете, я ее подписал, потому что я сам этим не занимался, это Басин Филипп Вениаминович, я ему доверяю, профессор Басин, позвоните ему от моего имени, я позвонил, значит, Басину, и сказал, Филипп Вениаминович, я занимаюсь кожным зрением, он, даже не слушая меня дальше, он сказал сразу, если вы хотя бы раз докажете этот факт, вы будете трижды, как говорится, на планете, ну, короче говоря, прославлены, трижды, я говорю, так как раз я хочу сказать, что это не факт, это как раз таки неправильно, такого быть не может, я говорю, почему вы так сделали, почему вы дали Александру Романовичу Лурию такую статью подписать, он сказал, были подпечатления, вот такая история моей, так сказать, разговора с Александром Романовичу Лурию, но зато он меня познакомил с Басидом, и за это я ему очень благодарен, потому что Басин тогда занимался проблемами бессознательного, Басин познакомил меня с конференцией в Тбилиси по проблемам бессознательного, я туда посылал статью, сам не мог поехать, но пока я ее писал, естественно, я напрягался, сосредотачивался, поднял понятия, это для меня большой был такой шаг статью туда подготовить, там я через Басина познакомился с Гелием Ворониным, который писал, там есть здоровый такой том и трудов этого бессознательного этой конференции в Белеси узнать за это, там, короче говоря, вопрос заключается в том, что Гелий Воронин, он сказал, что оказывается отношение между биоритмами органов, и биоритмами и дыханием, и биоритмами там сердца, энцефалограммы и так далее, относятся так между собой константно, как ноты в октаве, до, реми, фасоли, си, до, и это есть между органами, системами, на разных уровнях, такие же отношения, это мне было очень интересно, это вообще тема глубокая, я думаю, и Гурджиев, о котором вы писали, рассказывали в своих лекциях, он тоже говорил про октаву, мне кажется, в этом что-то есть, у меня друг мой, Петухов, профессор из Института машиноведения, где я работал в лаборатории биомеханики, он заведовал этой лабораторией, он одновременно с тем, что он биомеханикой занимается, очень глубоко и серьезно, он еще придумал такую генетическую музыку, где вот отношения между нотами, у него не как в обычной октаве, а там какие-то, на каких-то полу-полу, там эти самые вот эти, фибоначчи, вот эти всякие отношения, то есть искусственная музыка какая-то, уже и в Австрии еще где-то там эти композиторы написали по его схемам музыкальные произведения, концерты уже были, хоть он мой друг, но мне честно говоря, эта музыка не очень понятная, но вот такие исследования проводятся, оказывается, вот эти отношения между ритмами, и я слышал, что даже колебания волосиков в носу, они синхронные колебаниями ионосферы, то есть вот это взаимосвязь природных явлений и работают внутренних органов, а по иглотерапии я хорошо знаю часы органов и так далее, по китайской вот этой вот системе цемлоид и так далее. Это очень все интересно, и пять органов чувств, пять анализаторных систем, а у них, у китайцев есть понятие уцин, пять элементов, дерево, огонь, вода, металл и так далее. Я придумал методику одну, когда я делал значит виртуальную таблетку от всех болезней, ну это мифический, условно говоря, от всех болезней, но психотерапевтический такой момент виртуальный. Когда я говорил представьте себе, то есть касаясь всех анализаторов, что у вас в руке таблетка, она допустим белая, то есть для цветового так разражения, она шершавая для тактильного разражения, она там допустим прохладная для другого кинестетического какого-то ощущения, она горькая для вкусового ощущения, и вот когда человек представлял себе эту таблетку, потом я говорил, теперь вспомните счастливый момент жизни, люди вспоминали счастливый момент жизни, если они не могли вспомнить счастливый момент жизни, я им говорил, сделайте волну, ну качайтесь туда-сюда и думайте о чем думается, это есть ключевая волна, или по кругу, или туда-сюда, и соедините переживания с колебаниями, и когда они это делали, вдруг град слез у кого-то, у кого-то зевота, у кого-то целилась, и потом они вспомнили счастливый момент жизни, я говорю, вот теперь вложите сюда в эту таблетку, в счастливый момент жизни, вот то ощущение, и соедините, ну то есть по существу, то, что в НЛП делается якорение, так называемое, то есть создание условно-рефлекторных связей, а через кору головного мозга, вербально, я вот это и делал, и у меня есть волшебная таблетка, так называемый, вебинар был, когда они туда вложили, вот таким нейрокибернетическим образом вложили туда вот этот кусочек счастья, я сказал, а теперь в этом состоянии выйдите на безвремение, на бесконечность, на вечность, и помечтаете, что где бы вы ни были, хоть в самолете во время турбуленции, хоть во время землетрясения, хоть во время экзамена, или лишних отношений, или там переговоров, выступлений, где бы вы ни были, если у вас будет нервная дрожь, во-первых, сразу вспомните, как важно внутри потрястись, я потом могу рассказать, если будет вопрос по этому поводу, как использовать эти симптомы в положительном смысле, и представьте себе в этот момент, когда вы на пихе стресса, когда вам страшно, когда паника, или ещё чего-то, что вы берёте эту таблетку мысленно и проглотили, и через 7-8 секунд наступает сброс напряжения, как гора с плеч, ну всё это я рассказал, вот так вот, и они всё это сделали, вот этот ритуальчик такой маленький сделали, сами собрали себе мнимую таблеточку, попробовали, да, горькая, да, там, шершавая, да, колючая, да, такая, попробовали и пожевали, вот надо соединить все анализаторные системы на фокусе, да, и, значит, пожевали, как стало хорошо, и потом мне пишут, боже ты, бой, особенно женщины, потому что они такие эмоциональные, я это ещё заметил, когда, когда вот у меня дети, фишечки видели, зелёные, синие, красные, голубые и так далее, я тогда заметил, мальчики как реагируют, и как девочки реагируют, я потом додумался спрашивать у них, зелёный, какую ассоциацию вызывает, там, эта фишка там, ну, а это вызывает, там, такой-то цвет, ассоциацию, личный код я узнавал, ассоциативный, у мальчиков на цвета, например, у мальчиков зелёные, синие, вызывает и там, и так далее, а у девочек, у них такая гамма цветов, и радужные, и полукоричневые, и полуфиолетовые тона, переплетаются, вот такие прямо, у девочек, они очень это самое, а мальчики серые, коричневые, чёрные, голубой, синий, зелёный, коричневые, коричневые, мальчики ассоциируют, ну, это к чему говорю, что по ходу пользуясь моментом, я просто больше информации рассказываю, может быть, вам будет интересно, поэтому, потому что всё-таки, мне кажется, там годы на это ушли, и очень интересные были наблюдения, потом я мог эти фишечки разложить, зная код данного человека, и он смотрит на ряд этих фишечек, и читает, мир у мир, а я говорю, откуда ты знаешь это мир у мир, а я же по его ассоциативному коду вычислил, не знаю, смотрю, чувствую мир у мир, я понял так, что можно делать таким образом, влиять на массу людей, зная их коды цвета, генерацию, на какие-то звуки, можно делать, ну, афиши разноцветные, больше там красного сделать, больше коричневого, а человек будет смотреть на это и радоваться, не понимая, откуда радость идёт, ну, это очень интересные вещи, которые работают и работают, да. Ну, маркетология хорошо известна, влияние некоторых цветов, допустим, если мы берём парфюмерный магазин, традиционно розовый пол должен быть, и очень яркий, очень яркое освещение, розовый вызывает, в первую очередь, альфакторное восприятие, обострение альфакторики, чувствительность к запахам, и люди станут более чувствительными, допустим, оказываются к запахам, хотя для меня любой парфюмерный магазин, это какофония звуков, я устаю там буквально через 2-3 минуты, я хочу оттуда уйти, потому что я перестаю нормально чувствовать запах, их слишком много, и эти ароматы мне совсем не нравятся, потому что бывает они довольно... Сейчас одну вещь покажу, позвольте, сейчас, секунду, тут у меня картина есть, я её как раз-таки нарисовал для своего друга, она, она, Валентина Эдуардовна Киселёва, она как раз-таки, наряду с тем, что она доктор, она делает духи, и я для него нарисовал картину, вот здесь вот духи, запах духов, вот я нарисовал таким образом, да, ей очень понравилось, я для неё специально нарисовал, жду, когда вручить, дело в том, что она очень серьёзный специалист, она как раз-таки, этика, биология, этика, связь вот с этим, и мне бы хотелось вам сказать, что моим одним кумиром является не только Чихсен Михаил, но ещё и автор теории стресса, именно потому, что он в конце, так сказать, своей науки, своей деятельности этикой занимался, вот я хотел бы соединить, что психология невозможна без этих, человек не может без этих высших ценностей общечеловеческих, и Сергея я очень, кажется, Сергея очень уважаю, именно потому, что он целостный человек, он занимался этикой, я поэтому от всех психологов жду, когда они будут с людьми разговаривать, именно на этой ноте, как с творцами, но на самом деле этим коучи отличаются от обычного психоанализа, что он, коуч пытается, чтобы человек вспоминал свои порви и на них опирался, и двигался дальше, а не просто о своей болезни говорить. Ну, по книжке «Отмечник открытия» Ганс Селье как раз продемонстрировал и такое свое очень хорошее чувство о юморо, он же в Таруцком университете преподавал нам, и, кстати, там тоже был очень специфический случай, когда феминистский Таруцкого университета вывесили как-то раз списки всех потенциальных насильников, всем мужского пола, начинается с первокурсников студентов, заканчивая ректором, то есть все были как раз насильники, Селье там тоже был, вот, ну, безумие. Но дело не в этом, просто как-то раз Селье консультировал случай, который был, если не ошибаюсь, в Новом Англии, и он попросил, чтобы ему выслали как раз анализы, пациентка выслала анализы, причем анализы нужно было почему-то передавать в баночки, ну, там, кровь, мочу и так далее. Вот, и все это задержали на таможне, задержали на таможне и продержали какое-то время, причем продержали уже порядка полтора или двух недель, и потом в Селье приходит бумажка по поводу того, что если он не выкупит эту посылку, то они продадут ее на аукционе. Селье согласился. Пусть продают. Вот, в принципе, чувство юмора тоже у него хорошее, я так оценил. Ну, так, несмотря на то, что менталитет немножко другой, но, конечно, это довольно интересно. Ну, вот, посмотрите, то есть цвет, конечно, воздействие также хорошо известно, если мы берем фастфуд, то бордовый или оранжевый, цвет сбоку всегда, ну, традиционно вызывает больше аппетита. Это очень хорошо знают маркетологи, пользуются этим тоже весьма неплохо, но дело не в этом. Вот, вы занимаетесь, то, что вы описываете, я это классифицирую, как тонкую настройку возможностей человека, именно тонкую настройку. Не грубую, вот то, что в гипнозе, допустим, мне немножко неприемлемо. Иногда бывает в классическом гипнозе, когда дается жесткая устанавливка. Я всегда объясняю. Передачи, которые по телевидению периодически проскальзывают, у нас бывают они иногда и популярны, когда, ну, я всегда делю гипнолог и гипнотизер. Гипнотизер, тот, кто выступает на сцене, развлекает толпу. Помните, как, допустим, вот так говорил, Заратустра, да, вот этот танцор на проблоге. То есть вот это то, что развлекает плебс, толпу, вот этот плебс, который, в принципе, но даже не задумывается по поводу того, что и зачем, для чего. Безумно грустно наблюдать, когда люди понимают, есть какие-то сверхлюди, которые обладают сверхспособностью, он что-то сказал, потому что вот как отец Александра Романовича Лури поступил со своей пациенткой, которую на коляске подняли на второй этаж, у нее были парализованы ноги, но через пять минут она из его кабинета сбежала. Она забыла свою коляску. Он безумно не любил этот случай, но все-таки он стал известен, что он ей сказал. Он подошел к ней, громко сказал, встала и пошла. Она встала и пошла. Ну да. То есть, в принципе, он повторил практически... Она в глубокой истерии была, у нее был мимый парализ, что я понимаю, и она сама бедная об этом не знала. Ну, Лурия потом очень стеснялся этого случая, но он, на мой взгляд, изумительно показывает, вот как работает эта жесткая установка. Иногда это, конечно, полезно, но на самом деле жесткий гипноз или вообще классический гипноз, чем мне не импонирует, у человека, который подвергается подобному воздействию, складывается впечатление и понимание того, что есть люди, которые могут управлять тем, когда он хочет или не хочет. То есть, в любом случае, это может быть. Почему боятся цыган, допустим? Да, цыганского гипноза иногда боятся. Это же на страхе основано. Чем больше боишься, тем сильнее воздействует. А есть мягкий гипноз, если мы вспомним французскую школу, классическую, то же самое, Шарко или Бернхайм. Я всегда студентам объясняю, что есть не только душ Шарко, который сейчас, конечно, у нас объясняется как релаксация, но вообще-то методом душа Шарко сгоняются демонстрации. Из бронзбойта поливают ледяной водой. И демонстратов это тоже идея Шарко, гуманная, допустим, комната Шарко, после которой пациентки, он же лечил только пациента, потому что истерика была только у женщин, кистерия, это матка, матка-то только у женщин. Поэтому пациентка излечивалась после этой комнаты от истерии, но мне кажется, у нее было легкое заикание, случайное НРС, подергивание нервной теки, а так она была абсолютно здоровой. Вот это вот жесткий. И когда мы берем тот же самый Бернхайм, гипноз должен быть мягким и незаметным. И все-таки, несмотря на то, что вы психиатр по образованию, и в целом, как раз советская школа, она у нас достаточно в этом плане была в советское время направлена, если гипноз был, то он более жесткий, а это более нацеленный. Рожнов, Рожнов, это у него направление было эмоционально-стрессовый гипноз. Чему-то полагал, что надо именно вот так давить на человека, директивно там и так далее. У меня, старший меня, друг мой, Леонид Павлович Гримак, который меня привез в звездный городок, а потом привез в Армению в ПО Позистро, я там работал. Мы, кстати, оказали с ним соседей. У нас дома рядом. Я никогда не знал, что мы соседями были. Я думал, что он очень далеко где-то живет. У меня есть его книжки, но я думал, что мы живем очень далеко. Вот в левом виде состояний человек в гипнозе у него, да. Но он, дело в том, что тоже директивный был. Дело в том, что он там в звездном городке делал модель невесомости у косманов в земных условиях, и он им директивно внушал. У вас невесомость, вы чувствуете, но мне это вот претит, честно говоря. Поэтому я там создал модель невесомости без всякого директивного этого самого. Я просто пригласил космонавтов летающих невесомости вспомнить, что они там чувствовали. У кого-то там рука всплыла, у кого-то нога, и кто-то говорит, ой, а у меня зуб перестал болеть. А другой говорит, а у меня усталость прошла. Другую группу я пригласил, который вообще не летал в невесомость. Я им предложил эти феномены повторить. Представьте, что рука всплывает, представьте, что нога всплывает. У них тоже возникло это же самое состояние такое невесомости. Тоже кто-то сказал, ой, а у меня сразу голова перестала болеть. И так были созданы первые приемы, левитационные ключа. Но вот это директивное гипноз. Потом, кстати, Гримак, когда меня привез в Армению на ПО-позицию, там женщины работали с микроскопами. У меня было 15 тысяч женщин и микроскопистов в объединении. Там делали электронику. И там была комната психологической разгрузки. И там женщины группами приходили, и Гримака аутотренинг. Они слушали. Ну, представьте себе, женщины сидят, шум бегущей воды, панорамные слайды с видами природы, до этого кислородные коктейли, музыка такая, и вдруг голос Гримака такой, знаете, я полностью расслаблен, я полностью контролирую свою нервную систему. Такой военный голос. Министр ко мне приехал в гости СССР тогда. Ну, не ко мне лично, а на предприятии. Я его привел в нашу комнату психоразвозки. Он сел, и когда услышал этот аутатреник, он так вскочил и говорит, а я не полностью контролирую свою нервную систему. Что за чушь такая? Вот это директивное, вот этот эмоционально-средственный дипноз, конечно, мне кажется, по-человечески, он неправильный. потому что Эриксон показал, ну, как можно спокойно, мягко, без всяких этих вот нажимов на человека. А дело в том, что раньше думали, наверное, и Кашпировский на этом. Я как-то слышал, Кашпировский сказал, я психологию толпы знаю, как никто. То есть, они все думали, что человек, что человек, это машина, которая нуждается в таком управлении, и поэтому так себя вели. Кашпировский мог бы так не бычить свои глаза, он мог бы спокойнее разговаривать, ему не надо было так сильно напрягаться, он мог просто бы говорить о том, он же гениально сделал, он сначала рассказывает кучу таких примеров, которые позитивные, человек этим заряжается, а потом пять минут там чего-то там их релаксирует, и они все это впитывают. И пошла циркуляция. Ну, конечно, не надо было так напрягаться и делать из себя там какого-то монстра. Лишнюю энергию тратил. Как сделал этот очень хитроумный этот самый, который пока Кашпировский думал, какие слова говорить, а он никаких слов не говорил, просто по телевизору рукой так делал, и миллионы людей себе кремль заряжали. Они на самом деле крем заряжают, на самом деле он их заряжал, их восприятие. И когда он им внушал, что крем меняет свои свойства, они мажут, действительно, щека красной становится, а это не становится. Они думают, что он крем заряжает, а он их заряжал, их отношения. Одним простым движением. Хитрец. Ну, не знаю, он журналист по образованию, и здесь очень интересно, как он к этому пришел, хотя я очень хорошо помню конец 80-х годов, как кетроумный советский народ заряжал при помощи воздействия Алана Чумака тазики не только с водой, но и соленые огурцы, и медные пятаки 61-го года, которые тоже были очень целебны. Кстати говоря, это металлотерапия, да, возвращение к металлотерапии 80-х годов, опять-таки, почему-то медные пятаки 61-го года, медно-никелевые, совершенно с этим не связаны. Есть нормальные медные пятаки 20-х годов, или хотя бы дореволюционные, вот там нормальная медь. Чего бы взяли, что 61-й год он лечебный. Но, да, было много казусов, и я помню, это с 11, кажется, 45-ти до 12-ти, по радио была тишина, и 15 минут народ заряжался. То есть, это вот как раз показатель такого вот некоторого ощущения будущего краха, да, вот происходящего в мире. Это уже были явные предвестники такие. Ну, ладно, воздействие, на самом деле, Алана Чумарка мне воноком напоминает одну нынешнюю певицу, которая тоже иногда совершает пассы на сцене, когда поет, и когда ее, допустим, я небольшой любитель современной эстрады, ее совсем не слушаю, но все равно, вот когда, допустим, ее по радио где-то слышишь, совершенно никак не цепляет. Но когда видишь, когда она выступает и что она делает при помощи рук, я понимаю, что она действует на зал. То есть, это всего лишь-навсего гипнотический пассон. Гипнотический пассон, который связан с ритмом, ритм, дирижер же тоже, который вот так делает. Вы знаете, что я придумал? Я посмотрел, когда, значит, Кашпировский гипнотизировал зал, некоторые люди, он им этого не внушал. Но некоторые люди спонтанно совершенно вдруг входили в это состояние безмятежности, и у них всплывали руки, и они делали вот такие движения. Он им это не внушал. Причем он их спрашивает, вы спите? А они говорят, нет, мы не спим, просто нам хорошо. Я додумался до чего? Я просто дал людям возможность, тоже в зале, я говорю, вы просто возьмите и делайте руками вот так. И они делали вот так, и у них возникало это состояние. Не надо было их вообще не мешать, никакие-то неустановки, делать ничего. А если у них не возникает это состояние при таких движениях, я им давал потом другие движения, например, грести на лодке, третьим я давал скакать на коне, четвертому дирижировать, пятому там плавать. Ну, короче говоря, давал разные модели движения. Человек их перебирал по 10-15 секунд, в какую-то он попадал, которая была ему резонансна, и через это он выходил на это состояние без времени. Вот принцип подбора путем перебора с целевым поиском именно комфортного действия, которое синхронно текущему состоянию данного человека, я так и создал метод ключ. И там, в отличие от обычных методов, не принцип пошаговости, принцип степ-бэйст-степ, а наоборот, другой принцип, не принцип обучения на основе повторения, а дополнительный новый принцип, принцип подбора путем перебора с поиском наиболее простых комфортных действий. И оказалось в результате, что это те самые действия, которые человек и сам инстинктивно делает. И это не только моменты затруднений, когда он решает какой-то вопрос. Он делает какие-то повторяемые действия, например, он ходит туда-сюда по комнате, качает ногой, постукивает пальцами, чешет себе за ухо, жует жвачку, почему пошло заедание, стресса, почему пошли четки, почему пошло там много чего. много чего произошло, оказывается, когда у человека стресс, а стресс – это транс, когда у него доминанта, когда он завис, когда обычное состояние, когда он может контролировать собой ситуации, когда гомостаз работает на автомате, но иногда он дает сбой, и тогда надо переводить его в режим нарушенном управлении, так сказать. И вот иногда он зависает. Человек перенапряжение, когда высокое, он зависает. Ну, например, кино посмотрел, тяжелое, или утрата, или что-то случилось. Он завис, и он крутит, и крутит, вот это вот, крутит, и крутит, и никак не может успокоиться, все время не видит шансов. У него туннельное зрение, а ему надо сейчас дистанцироваться, эмоционально отойти, отрешиться, выйти на состояние созерцательности, то есть выйти вот, обновиться надо, надо сбросить, то есть разгрузиться, выйти из зацикленности. Вот у вас там книга гениальная, я совершенно, еще без всяких комплиментов, на самом деле, гениальная книга по трансам, и там у вас написано вот эти вот разные частоты, и вот я хочу вам задать вопрос, вот вы говорите там в альфа-состоянии, а в основном человек думает, ну, когда у него возникает бета-ритм, вот я хочу у вас спросить, по-моему, основная проблема человека способность зависать, и тогда у него это происходит, и психосоматика накручивается, и все остальное, а вот выйти оттуда, выйти оттуда, именно на альфа-состояние, да, вот зависание, это в какой точке происходит, когда у него дельта происходит, ритм или как, как вы думаете, или это надо сделать исследование? Давайте, наверное, тогда для зрителей все-таки немножко я объясню некоторые моменты, вот о чем мы говорим, чтобы им было понятно, то есть кто-то, может быть, это не знает, а получится, мы будем заниматься эзотерикой, то есть знаниями для всех, буквально переводят, то есть мы это понимаем, а остальные, ну, кивают головой, говорят, о чем-то они разговаривают, то есть вот по Бергеру, конечно, Бергер когда-то, еще в начале прошлого века, как раз при помощи электроэнцефонографа постарался определить возможности, да, вот человеческого мозга, и, допустим, обратил внимание на то, что частотный диапазон около 60 циклов в секунду часто связан с тем, что человек впадает в истерику, это, кстати, очень интересная идея, то есть когда диапазон сильный, искусственно можно воздействовать на сознание человека для того, чтобы вызвать это истерическое состояние. Бодрство у меня это 20 циклов в секунду, и это та же самая бета-волна, еще одна бета-волна в область сознательного разума, в которой я на самом деле часто не совсем верю, потому что сознательный разум, когда человек совершает осознанно какие-то действия, но на самом деле в большинстве случаев это действие на автомате, он настолько автоматизирует свои действия, что он их не осознает, и я много раз это доказывал, что автоматическое действие это все равно транс, то есть это бета-волна, она не полностью осознается. И я всегда говорю о том, что, допустим, если мы говорим о осознании, человек осознает свои поступки только тогда, когда возникает ответственность за свои поступки, допустим, ответственность за жизнь, ответственность за кого-то или за что-то, то есть это связь, жизнь-смерть, как один из вариантов, там человек оказывается в состоянии осознанности. Вот это осознанность, ответственность, именно ответственность. Вот вы говорите о безмятежности, мне почему-то сразу вспоминается у Михаила Афанасьевича Булгакова. Помните, вот две пьесы Иван Васильевич и безмятежность. Иван Васильевич, где он своих героев в прошлое отправляет, а безмятежность в будущее. Вот вы говорите о безмятежности, то есть на самом деле ресурсное трансовое состояние, в котором человек может творить, свободно себя чувствовать. Вот здесь осознанность будет в каком плане? То есть она, по крайней мере, не зависит от какой-то ответственности. Человек просто создает как творец, как креатор. А Альфа-волна – это вот больше от 7 до 14 циклов в секунду. Это подсознание, это медитация, это сон, это греза. В этом люди находятся чаще всего, именно чаще всего. Это их естественное состояние. И опять это транс. А когда мы говорим о тентах, о 4-7 циклов в секунду, это уже получается эмоциональный опыт человека, то, что я называю эмоциональный транс, или подсознание. Ну, что такое подсознание, знаем мы по-разному, в разных психологических подходах. Это объясняется по-разному. Вы сегодня вспоминали Дмитрия Николаевича Узнадзе. Может быть, даже вам посчастливилось быть с ним знакомым или его видеть. Это тоже важно. Все-таки основатель Тбилисского и психологического факультета, и даже университета, если не ошибаюсь. Но все-таки, прежде всего, авторы теории установки, которые все-таки когда-то его называли русским фрагментом, что писало бессознательно. Но пускай установка там была немножко другая, но все равно это сказывается. Вот это подсознание, которое мы пробуем изучать, оно немножко в другого плана идет. А когда мы говорим о дельтах, в волнах от нуля до четырех циклов в секунду, это уже область, которая нам совершенно малоизвестна. Это, наверное, ближе идет к тому, что сейчас мы более называем трансперсональными переживаниями. То есть это некоторые космические переживания, это некоторая глубинная область бессознательного, которая действительно бывает, и бывает довольно странно. Но иногда это может быть то, что связано с темами изучения Реймонда Моуди, с его как раз этими околосмертными или специфическими довольно тематиками. Но не будем забывать, он все-таки имеет три ученых степени и работает психотерапевтом, является создателем официально закрепленного направления психотерапии. Психотерапия прошлыми жизнями называется она так. То есть все равно это существует, и я когда изучал в английской версии как раз его статьи, мне это было безумно интересно. В лекции по Моуди я об этом тоже говорил. Но возвращаясь непосредственно к волнам Вергера, ну что я могу сказать, где происходит вот этот процесс осознания, вопрос интересный. По логике это должна быть бета-волна. Это бета-волна. Человек, вот я примерно проведу практически, вот например сейчас ковидное состояние, ко мне обращали много-много людей, вот допустим женщина, она два месяца подряд кашляет, она не может выйти из этого состояния. Она у меня на Вергера. Я говорю, делайте пожалуйста ключевую волну, качайтесь туда-сюда и кашляйте, 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 все равно вы сейчас оттуда выйдете. Я ему такую установку поставил, что все равно выйдешь. Потому что когда человек находится в этой западне, когда он теряет точку опоры, когда он попал в неопределенность и загрузился вот этой негативностью, выхода не видит, я ему даю шанс. Я говорю, все равно выйдете. И качайтесь, даю инструмент. Она качается и плачет, и кашляет, и кашляйте, и приливно. Да, и вот 20 минут проходит, а я разговариваю с другими на вебинаре в это время, кому-то там лекцию читаю, кто-то там еще выходит, руки разводит, левитацию делает, там ключевой стресс-тест и прочее. И ровно через 20 минут она бах, количество перешло в качество, и она перестала кашлять. Два месяца до этого человек кашлял, и вдруг в какой-то момент, ну сейчас это называют квантовый переход, ну как бы вот, я это называю триггерный переход. Потому что профессор Алажалова, когда изучал вот эти механизмы, когда человек в нос попадает, это у него происходит на уровне сверхмедленных колебаний потенциал, ну, с СМПК так называемый. Ну, в общем, она, вот эта женщина, сразу раз, и весь ковид прошел, и кашель двухмесячный прошел за 20 минут. За счет того, что она делала ключевую волну, переживала, плакала и кашляла. Я подумаю, может быть, это временный эффект, не столько. Я ей через день позвонил и говорю, как вы себя чувствуете? Она говорит, что в дне не кашлял, и все нормально. Через неделю опять позвонил, опять говорит, нормально, все, давайте сделаем ролик с вами. Она говорит, давайте. Мы с ней сделали через неделю ролик, она напомнила, что я была на вебинаре, два месяца кашляла, а оказывается, у меня не ковид было, я себе накрутила. А я ее оттуда вывел. И многие люди себе накрутили. Почему? Как только человек попадает в неопределенность, гомеостаз требует поддержки. Точки опоры нет, он попал в ситуацию неизвестности. Вот, например, я был ассистентом добровольным, я ходил, когда был студентом мединститута, к Феликсу Захову, который был гипнотизером необыкновенным. Вот у него был громовой голос, он говорил, вот бывший морской офицер, в зал сидит там 500 человек или 1500 человек, и он им дает тест, слепите руки свои между собой, чтобы пальцы переплелись, считаю до 15, считаю громовым голосом, когда, говорит, 15 очки срывает, и там они сталкиваются с образом, который был на офисе, а там он без очков. И вот они сталкиваются с этим образом, он очки срывает и говорит, спать! И все раз, и не могут руки разорвать, и кто не может руки разорвать, идите ко мне на сцену, они выходят на сцену, а я там для чего был? Ну, во-первых, он гордился тем, что у него помощник, студент медицинского института, потому что он-то сам артист оригинального жанра, а теперь, а еще я ему помогал, если, вот когда он их там предлагал, нюхайте цветы, там, или растут пальмы, там, вы лезьте на деревья, скрывайте яблоки, они все лезут, он кому-то подходит, и тихо, чтобы зал не слышал, говорит, клади за пазуху. Этот парень лезет там мимо дерева, и за пазуху кладет, весь зал смеется. Ну, короче, это эстрадные номера, но если кому-то вдруг плохо, кто-то там нанюхался этих цветов мнимых, и астма, допустим, приступ какой-то, я его сразу завожу за сцену туда, за курицы, погружая глубже в гипноз, и вывожу его оттуда спокойно, без этого приступа, и опять зал отправляю. Ну, ему это было хорошо, и мы с ним колесили по всему Дагестану, и так интересно все было. Я, кстати говоря, тогда встретился с Бен Диткисом, который был учеником Мессинга. Потом расскажу как-нибудь, это был потрясающий. Я, кстати, был Олег Мессингу, это после ковида, в один период я провалялся там в таком не очень хорошем состоянии с ковидом, и в моей голове родилось шесть лекций. Ну, так как мне нужно было себя как-то развлекать, я развлекал себя именно так. И вот потом одна из них, это появился такой курс лекций, называется «Архетипа Таро». Ключевое слово «архетипы». И там, среди прочего, как раз была диалогия, называлась «На магии пророки», где я как раз говорил сначала про Ван Хануссона, и, безусловно, про нашего Мессинга. Учитывая то, что Ван Хануссен с Мессингом работали в Берлине, недолго, но это было действительно, они были, естественно, знакомы. Вот, это довольно интересно. А Бан Хануссена тот самый персонаж, о котором Леон Фейхтлангер написал прекрасный роман, который я люблю, ну, периодически перечитывать, мне просто нравится слог Фейхтлангера, вот, «Братья Лоттензар». Да, 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 очень интересная, очень интересная, очень глубокая вещь. И о Мессинге, да, 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 все это было, безусловно, интереснейший случай, такой вот феномен. Но на самом деле, вот в этой лекции я объяснял, что с одной стороны человек одаряется, одарен довольно многими уникальными, казалось бы, способностями, но при этом приобретает столько много грусти из-за этого, да, и вот по поводу феномена Мессинга все-таки у меня сложилось впечатление, когда изучал его биографию, я старался брать несколько источников, вот анализировал, старался эти моменты фиксировать, что печали-то было гораздо больше, может быть, даже некоторого разочарования по поводу того, что люди, с которыми он работал, часто, ну, ожидали от него больше фокусов, нежели чем более глубинных моментов. А это, наверное, самое страшное, когда человек на полном серьезе способен на большее и действительно обладает уникальными способностями, а к нему относятся, как, ну, считайте, цирковым исполнителем, особенно в хрущевский период, когда вот это стало проявляться весьма отчетливо, когда ему пришлось ездить, извините, по каким-то колхозам выступать, когда ему не давали уступать в крупных городах, то есть это уже та самая история была довольно печальная, сложная. Ну, вот, немножко возвращаясь, допустим, к вашей тематике, естественно, я вас классифицирую как как раз сторонника мягкого гипноза, мягкой настройки, тонкой подстройки, то есть это действительно очень импонирует, потому что у нас, ну, мало занимается этим мягким гипнозом, то есть для вас вот эта тонкая подстройка под возможности человека, мне это тоже очень импонирует, я всегда говорю, подсказки всегда рядом, не надо пытаться, ну, вот я обычно говорю, что человек для меня иногда напоминает музыкальный инструмент, ну, словно говоря, рояль, допустим, да, вот если рояль, то иногда бывает расстроен, ну, очень расстроен, я не внутренне, как, ну, каждый, что попало, кто-то там, не знаю, морку, кто-то чижика-пыжика, кто-то там собачий вальс, ну, в общем, ужасно, потому что инструмент создан для хороших мелодий, а исполняет непонятно что. И вот моя задача тонко, подстроить так, чтобы всего лишь навсего этот благородный инструмент начал играть нормальные мелодии, которые для него, его достойны, и ему соответствуют. А иногда человек, будучи рояльным, говорит, да я хочу стать балайкой. Я себя поломаю и буду балайкой. Как говорят у нас в Севере, однако вряд ли. Многие говорят, что я себя поменяю, self-made man, я себя сделаю и так далее. Я всегда говорю, что делать можно бесконечно долго, но подсказки всегда рядом, а нужно всегда очень внимательно слушать человека, потому что все его ассоциации, о которых он говорит, все его особенности, его биографии, его опыта нужно учитывать для того, чтобы тонко подстроить его для решения. И вот просто приведу такой пример, в моей практике это был, ну, тонко просто этот я хорошо сейчас вспоминаю непосредственно у клиента, когда ему было, если не ошибаюсь, 17 или 18 лет, погибла девушка. Звали ее Вера. И он переживал эти события, и как-то в личной жизни не складывалось с тех пор, и он считал, что это некая трагедия, которая случилась. И программу работы с ним я назвал все лишь навсего 18 ступеней к вере, где ни слова не было связано с именем. Вера в себя, вера в людей, вера в работу и так далее. То есть это были ступени, которые важны, а вот эти цифры непосредственно были связаны с возрастом, который он указал. Подсказка – это именно та самая особенность. Вот, допустим, в вашем случае, это тоже тонкая подстройка под человека. То есть не нужно делать из рояля баловайку для того, чтобы создать какое-то чудо. Нужно всего лишь навсего послушать человека и увидеть его возможности. То есть это, безусловно, мягкий гипноз, мягкий гипноз и такой мягкий транс получается. А вы, даже когда говорите, вы впадаете в транс, находитесь в этой достаточно интересной творческой вовне, и это, безусловно, тоже сказывается. У меня студенты спрашивают, когда, вот как человека можно вести в транс и так далее. Я говорю, вы знаете, для того, чтобы вести человека в транс, сначала нужно себя ввести в транс, после этого ввести другого человека в транс, сделать то, что необходимо с ним сделать в транс, ну вот то, что нужно непосредственно, да, допустим, дать какие-то установки, после этого вывести его, а потом вывести себя. То есть это всегда процесс очень важный. Не бывает такого, что я пришел, там, как Кашпировский крикнул спать, там, сказал спать, и все сразу. Но это достаточно, на мой взгляд, неинтересная история. Она довольно, она работает, но это немножко не только. Когда мы говорим о глубинных изменениях, эти изменения происходят более тонко. Это тонкая подстройка, тонкая настройка. И даже ваши картины, такие достаточно интересные, насыщенные цветами, опять же, работа с цветом, да, это же все равно это транс, это безусловный транс. Вы даже в картинах этот транс выражаете. А это я к Новому году сейчас рисую, там, вот. Это куклы, они вот, шампанским, они отмечают Новый год. Вот, ну да, я, конечно, я нахожу в себе состояние, эту ритмику, когда я свободен. И когда я свободен, мне только надо четко расположить краски, не полениться, где какая лежит, потому что я вхожу в поток, я тогда не думаю, где какая краска. Потому что если я поленюсь, я положу не так краски, как нужно, положу лькистички не так, как нужно, я вошел в поток, рисую, забыл, где красная, или синяя краска, и выскакиваю из потока. Это у Ивана Николаевича Толстого, у Иваны Карениной было. Там, значит, Левин косил лук. И когда он косил лук, в какой-то момент, ну я уже как, с точки зрения ключа, я так видел, что он попадал в ритм, и когда он попадал синхронно с своим текущим состоянием повторяемое действие, у Толстого он там испытывал счастье. Но когда коса его задевала за кочку, его из этого счастья, условно говоря, выбрасывало, и шел впереди старик более опытный, он быстро эту кочку обрабатывал. Я взял у Толстого вот это, делать косой это движение, есть у меня приемы, когда дирижируешь, есть когда боксируешь, есть когда плаваешь, есть когда на коне скачешь. Ну много там самых разных действий, и один из приемов, это косить. Это косить. И вот когда человек перебирает эти разные варианты, находит то, которое ему синхронно, снимается стресс, он выходит из зацикленности, из этого зависания, и начинает уже мыслить. Кстати говоря, кайзер Германии, Вильгель, скупал большие угодья, и рубил эти деревья, потому что у него был нервный тик. Он таким образом снимал лишнее напряжение. Если бы он знал метод ключа, он бы не покупал столько деревьев, не губил леса, а мог бы просто мнимым топором дома стоять и делать это движение. И все. То есть это ему движение, ему было синхронно. И столько бы лесов были бы живы, и столько бы ему не тратить денег. Ключ он нужен для того, чтобы человек без всяких затрат, временных, финансовых, пространственных, мог подобрать действие синхронно и текущему состоянию, выйти из зацикленности, из зависания, и в этом состоянии воображать желаемые перемены в себе и в будущем, и тем самым синергетику создавать между всеми внутренними функциями и процессами в направлении осуществления желаемой мечты. И у него, поэтому у меня школа человек будущего, хомофутур, человек будущего. То есть каким человек будет через тысячу лет в эволюционном развитии, я вычислил, что он будет такой же, как и мы, естественно, но будет лучше управлять своим состоянием. Почему я это вычислил? Потому что по всяким книгам, в том числе и вашим материалам, я который раз убеждаю, что из века в век то, что раньше человеку было недоступно для самоуправления, все больше и больше становится доступным. То есть эти авторы, о которых вы пишете и рассказываете, они вносят свой вклад в то, что они осознали, они делятся со своей аудиторией, и на самом деле сегодня человек в лучшей степени может управлять своим состоянием, чем это он мог делать тысячи лет назад. Тогда единички могли какие-то это делать по наитию. А сейчас масса людей, которые читают эти материалы, они могут управлять своим состоянием в лучшей степени, чем это могли делать раньше. А ключ я отдаю не только для того, чтобы... Я, конечно, как специалист, когда мне нужно оказать скорую помощь, я когда вынимаю человека из тяжелого состояния, я применяю тонкий гипноз, о котором вы говорите. Ну, в принципе, школа «Человек, будучи ухом и футурус», она настроена на обучение человека делать это самостоятельно, независимо ни от кого. Чтобы он сам мог себя регулировать, вопреки всем обстоятельствам, при шуме, при гамме, там соседи стучат, там взрывы, там летит в самолете, вдруг самолет там начал в турбуленции, и он вспоминает прием, его внутри себя проигрывает, расслабляется, засыпает, и только на посадке просыпается. Хотите интересный случай, расскажу маленький. Это потрясающий случай. У меня женщина, она мне рассказывает, я, говорит, должна была лететь в Нью-Йорк 10 часов, а я, говорит, жутко боюсь его полета в самолете. Для меня, говорит, это целая трагедия. Я стою в Шереметьево, и, говорит, 10 часов надо лететь, и я, говорит, схожу с ума, вот сейчас сяду в самолет, вдруг он еще упадет, не дай бог, и как его 10 часов лететь. И она об этом переживает. И в это время, я, говорит, засмотрелась, стоят два иудея, и читают Тору, и головой качают. Я, говорит, засмотрелась, и внутри себя это воспроизвожу, невольно. А потом, говорит, я летела, как в раю. И она пришла, и мне это рассказывает, и говорит, как ты думаешь, почему так получилось? Я говорю, потому что вы переживали, переживали о своих будущих проблемах на фоне колебательного действия. Поэтому я всем советую, если кто хочет летать на самолетах и не бояться, кто хочет на экзамен идти, не бояться, кто хочет на экзамен, на переговоры, на выступления, переживайте, о чем переживаются. Только при этом делайте повторяемые движения, например, хлёст руками по спине, шалтай-болтай, лыжник там, или просто покачивание, волна, или дирижирование. Подбирайте себе действия, потом посидите, пустите носи на самотек, и вдруг у вас возникнут и слезы, и зевание, и подергивание, и дрожание, и какие-то токовые ощущения, потом отпустят. И такая благодать, и вышли на ноль. Таким образом, я научил много людей летать на самолете, которые боялись. Таким образом, я учил олимпийских чемпионов, я учил ораторов, я учил людей петь лучше, чем они раньше пели. Станислав с этим занимался. Он прекрасно говорил о том, что люди зажатые. Он приводил пример, когда, значит, рояль тащили, мужики, тяжелый рояль. Он им вопросы задает, они не могут на простые вопросы ответы дать. Рояль поставили, освободились от напряжения, и голова заработала. Он примеры приводил, обучал актеров именно снимать нервно-мышний зажим. И сам страдал от этого. Поэтому, видимо, он много, значит, работал и делился своим опытом. Но в те годы йога была известна. Если бы он знал ключ, это было бы просто прекрасно, потому что ключ помогает и йоге, и медитации помогает, которые не могут медитировать силу зажимов шеи или других блоков сознания для тела и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я придумал то, что давно придумали все, только я нашел сегодня слова, которые проще доносятся. В качестве, допустим, открытия я обычно привожу такой пример. Галь в свое время предложил такое направление, как френология, то есть изучение черепа человека, выпуклости и так далее. И вроде бы с какой стати, к чему он это сделал, да, и как. Обнимательно посмотрите на литографии, на которых он изображен. Во-первых, у него маленький нос, это раз, на голове, а во-вторых, он обычно всегда изображен с головой человека, и он эту голову щупил. Иными словами, когда у человека стало меньше волос, он задумался над тем, что форма черепа, оказывается, играет определенную роль. Случилась подсказка, он увлекся, и постепенно пошла, то есть банальная подсказка. И обычно, или возьмем, допустим, психологов, да, если тот же самый Адлер, который от рождения был хром, а одна нога была короче другой, да, и отсюда, что он испытывал с детства, ну, разумеется, некий комплекс неполноценности. Чем он дальше занимался, также очевидно. Или мой любимый Уильям Джеймс, который в целом доктор трех наук, но никто из этих наук не считает его своим. Удивительная история, на самом деле. доктор медицины, доктор психологии, доктор философии, философа его считают медиком, и психолога, психологи считают медиком, и философом, но никто не считает своим. А чем он занимался? Вопросами самоидентичности. Но он ее в жизни очень странным образом доказывал. То есть здесь, получается, в своей биографии человек всегда, но биография его подталкивает к тому, чем он будет заниматься дальше. И это всегда безумно интересно. Это очень ценно, это очень важно. По поводу Станиславского, ну, скорее всего, так он туда пришел, здесь ничего не поделаешь. Ну, потому что это оказалось созвучно ему, и он стал этим заниматься. Вот. Но, допустим, в вашей технике мне, безусловно, также частично что-то напоминает и о телесно-ориентированной терапии. Там есть моменты, связанные с релаксацией. То есть, скорее всего, в арахе ни разу не говорили, хотя я вот много раз, пока вы сейчас рассказывали, видел мысленно его фотографии. Конечно, конечно, он в блоке снимал, этот панцер, конечно, я же читал у вас это. Я у вас это... Единственное, чего они тогда не дошли. Дело в том, что в те годы, соответственно, был свой материал, на котором они работали. Сегодня все-таки шире возможности у людей и легче понимать, что и как. Четкое время работает на нас в этом смысле. Дело в том, что они не дошли до того, что надо предложить человеку искать те действия, которые он может делать с минимальными усилиями, с максимальной естественностью и комфортностью для себя. Ну, просто если предложить человеку делай то, что тебе нравится, просто встань и делай то, что тебе нравится. А можно? Потому что человек не понимает, а что ему нравится. Надо ему объяснить, например, танцевать, играть на барабане, плавать, скакать. А холохоп можно крутить мимо? Можно. Покрути холохоп. Крутит-крутит холохоп, потом сел, отпустил, взгляд рассеянный, сделал и говорит, слушай, как гора с плеч. А что я раньше не додумалась? Вот и всё. То есть, это же так просто. Когда механизм, мы знаем, это же так просто. Предлагаешь человеку разные варианты, ещё надо знать дозу, сколько надо это делать, ещё надо знать принцип, что зависит от исходного состояния, результаты, зависит от его цели, задачи, которые он в голове в этот момент имеет. Кто-то слезами прольётся и не знает о том, что это хорошо. Надо ему сказать, это разрушительный механизм. Кто-то зевать начинает, кто-то засыпает, говорит, слушай, у меня ничего не получается, я что-то убийственно спать сейчас хочу. От твоих предложений. Я, говорит, сделал это то, что ты предложил, и спать хочу. Наверное, у меня ничего не выйдет. Так это наоборот. Люди просто не знают, что этот синдром, который возникает у них, когда они делают эти простые действия, это как раз разгрузочный синдром. Люди не знают, они заблокированы шаблонами. Например, раньше люди не знали, что температура, когда повышается 37,5-38, не надо её гасить. Они не знали, что это положительный фактор, который борется с инфекцией и так далее. Зачем гасить это? Зачем дышать организм в защитных механизмах? Они не знали. Точно так же они не знают, что человек, когда в стрессе находится, почему его трясёт? Как почему? Потому что повторяемые движения снимают напряжение на разных частотах. Девушке нервная дрожь, она борется с этим. Вместо того, чтобы быть дома до экзамена, потрясись несколько раз, думая о своём экзамене и пойти на экзамен свободнее и увереннее. Не знают люди таких простых вещей. Но правда, мне пришлось столько лет говорить. Я предлагаю человеку, когда он нервничает, ищет какой-то выход, какой-то вопрос, решает, а что ему в этот момент хочется сделать? Он говорит, да хочется плюнуть, хочется ударить кого-то, хочется кричать. Я говорю, ну сделай это несколько раз дома, когда тебе никто не мешает, и ты никому не мешай. И он так несколько раз сделает, и потом находит, как этим пользуется потом во время реальной ситуации. Находясь в таком некотором волнении перед защитой, я понял, что если это будет продолжаться дальше, это будет не очень хорошо. Я задал себе вопрос, что мне больше всего нравится в данный момент. Я понял одно, что, допустим, защита диссертации для меня не знакома, потому что этот опыт, который у меня тогда ещё отсутствовал, это раз. Но я сдавал много экзаменов, но экзамен — это одно, а диссертация — это другое, понятное дело. Тогда я задал себе следующий вопрос. А что мне в этот момент больше всего нравится? А нравилось мне в тот момент больше всего читать лекции? И я понял. Хорошо, значит, на защите я могу читать лекции. И я читал лекции на выступлении в своей голове, и всё сложилось так, как сложилось, потому что, на самом деле, да, действительно, я получил удовольствие от этой темы, мне она нравилась, ну, всё получилось так, как нужно. То есть вот в данном случае всё-таки нужно, действительно, я согласен задавать себе роль, что больше нравится. Когда мне студенты говорят, вы знаете, как тяжело писать дипломные работы, я говорю, вы знаете, сколько я их написал? У меня четыре выше. Да, но всё-таки тоже было дело, да, вот. И когда вы говорите, как тяжело писать, это говорит только о том, что вы даёте себе установку, как тяжело писать. Но писать не будете. А когда вы начинаете писать, вы получаете увлечённость и удовольствие от того, что вы делаете, и тогда в первую очередь через удовольствие вы снимаете это напряжение, эту блокировку. Или то же самое, если вы даёте установку, что экзамен сдавать тяжело, вы его тяжело сдаёте. А дайте себе другую установку, что сдача экзамена у вас будет интересная и успешная. Потом меня спросили. Они говорят, а вы как это сделали? Я говорю, это элементарно, это вы сами сделали. Я всего лишь на всё вас настроил на то, чтобы вы обратили внимание на этот небольшой нюанс. Всё зависит от установки человека. Ну, или многое. Что-то, извините, у меня тут что-то я не туда нажал. Сейчас. А, вот теперь нормально, нормально. Всё. Вот, то есть здесь тоже, ну, условно говоря, такая вот тонкая настройка. Ну, вот, а теперь какие ещё моменты? Вы знаете, конечно, тема, я думаю, была очень интересна и, может быть, не только для меня, но и для наших слушателей. У меня просто к вам такой вопрос, ну, достаточно важный. Не знаю, насколько вы им занимались. Может быть, даже и занимались. Вот, Хосей Мамедович. Вы занимались собственной автобиографией. Рассказывали, как вы пришли к открытиям, через что проходили. Было такое? Ну, да, мне много, много раз приходилось писать какие-то справки, кто я такой, биографию, когда я учился, чего я делал. То есть, дежурное, что-то такое. Нет, я имею в виду творческое. Именно творческое, как вы пришли к открытию, как вы пришли к некоторым озарениям, вот, к каким-то наблюдениям. Вот это более интересно, потому что бюрократические вот эти автобиографии, они, ну, на самом деле мне очень сильно напоминают статьи о большой советской энциклопедии. Родился, учился, работал, умер и так далее. Безумно неинтересно. Я являюсь хорошим указателем статьи о Брагаузе и Фрубе. Я понял ваш вопрос. Я писал в книжке «Ключ себе», которая вышла у меня в 90-м году, о том, что у меня был добрый дедушка, о том, что дедушка сам был большой труженик, даже имел орден Красного Трудового Знамени, был большой труженик и в то же время говорил бабушке «Дай детям играть». А бабушка все время нас заставляла то траву набрать для курей или для коровы, то корову выкуриваете. В самый момент, когда ты замечтаешься, вдруг бабушка «Дети, и дети там у коровы». Это самое, когда я у дедушки летом жил. Ну, дедушка говорил «Дай детям играть». И поэтому я написал в книжке тогда, что поэтому я благодарен дедушке за то, что он нас научил любви и свободе, и бабушке за то, что она научила нас труду. Хотя дедушка был трудяк. Но в этом смысле это кусочек моей автобиографии, как я лежу на травке, например, смотрю, как облака плавут на небе и думаю, что жизнь впереди большая и интересная и только поскорее бы вырасти. Ну, вот, потом я мечтал о космических странствиях, я мечтал о том, начитавшись о элиту, начитавшись о гипербаллете Женя Рогарина, начитавшись бритву, лезвие бритвы Ефремова. Ну, короче говоря, я много мечтал. Кстати говоря, актрису, которая играла в гипербаллете Женя Рогарина, потом мы с ней дружили, и как раз таки я ее доченьку иглотерапией занимался, и потом, через многие годы она стала тоже актрисой такой вот, но я с ней уже не виделся. Ну, короче говоря, такие случаи тоже происходили, когда персонажи из своих книг, а я был книжным мальчиком. Сколько о себе помню, я лежал на диване и все время читал, 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 у меня братик мальчик в футбол играл, а я все время читал, читал, все время читал, я отпомню все это читающе. Потом у меня дома была лаборатория, у меня ребята приносили все химикаты, у меня дома была химическая лаборатория, я однажды, значит, размешивал пестиком там в этом, в чашечке там барий, помню там перекись бария с камерой, с донатом или еще чем-то размешивал. В какой-то момент я нажал и как дало, я помню, я стою на пятом этаже, балкон, а я в плавках стою, лето жаркое, и Марат бегает, футбол играет. Я ему говорю, Марат, иди сюда быстрее. Он говорит, да что случилось, я же футбол играю. Да иди сюда. У меня руки вот так висят, и кожа слезла. И все, все горит, взрыв произошел. И, короче, он пришел, и говорит, ты что, с ума сошел, что ли? Я говорю, помоги мне штаны надеть. Короче говоря, он мне штаны надел. Я помню, мы шли, значит, в поликлинику рядом, там с нашим домом, я на улице Гаджи, в доме писатель лежит. Там поликлиника рядом. И мы идем, я вот так руки держу, и потом мне, там, тетенька, слушайте, такие были прекрасные врачи раньше. Она ничего-ничего, сейчас мы тебе поможем, ничего-ничего, положила меня на кушетку. И она мне синтомициновую эмульсию, такая прохладная, прохладная из баночки промокала. Потом она мне промокала еще чем-то. И вот эти вот всякие осколочки, вот эти, которые взорвались, она мне пинцетиком оттуда вынимала, и здесь вынимала, вот это все. Ну и, короче говоря, потом она мне намазала этой эмульсией синтомицинной, такой прохладной. Я шел домой назад. И руки я держал вот так, лапы такие в бинтах, потому что, когда я их опускал, кровь приливала и начинала пульсировать ее в концах пальцев. Я поэтому был вынужден держать вот так. Я так пришел, и мама меня увидела, что-то зажило, что это с тобой. Потом она пригласила Тамару Тимуровну, директора нашей школы второй, где я учился. Она была химичкой. Она была химичкой, и она пригласила Тамару Тимуровну, и она увидела у меня химическую лабораторию в комнате. На следующий день приехала машина, грузовик, и всю мою лабораторию вывезла в школу. Там было три шкафа с химикатами в химкабинете, появился четвертый шкаф мой. Но меня не похвалило. Наоборот, я думал, мы, я троечник был по химии, я терпеть не мог эти формулы, задачи решать. Я вот сам себе делал там всякие опыты. Я думал, она меня похвалит, она меня не похвалила. Она немножко подкашивала. Я потом своей приятельнице, через много лет, много лет сказал с обидой, почему она меня не похвалила, что я ученик школы, дома химолаборатурой занимаюсь, хотя там троечник по химии. Почему она меня поругала? Почему она меня не похвалила? Она говорит, а ты что, не знаешь, что ли? Я говорю, нет. Ты разве не видел, что у нашей Тамары Тимуровны глаз повреждённый? Я говорю, видел. Вы же все знали бы. А ты разве не знаешь, что она от взрыва пострадала, химического? Я говорю, не знаю. Она поэтому тебя ругала, чтобы ты больше отверлить. Вот такая жизнь интересная. Когда мы глубже копнём, сколько прекрасных людей, на которых мы держим обиду, сколько прекрасных людей, которых мы сами обидели, по неведению, по непониманию, суши не вошли, так сказать, в ситуацию, сколько мы проявляем своего эгоизма. Потому что мы находимся каждый в своей доминанте, каждый в своих переживаниях, в эмоциях. Я последние годы, когда у меня есть время подумать, как раз таки понимаю, скольких людей я просто подвёл, которые на меня надеялись, на меня рассчитывали. Потому что не мог вовремя сообразить, как ответить, как слова сформулировать. Не мог из-за неловкости или ещё из-за каких-то причин не мог что-то сказать в ответ. Ну, короче говоря, вот такая путаница жизни у нас у всех получается. Несмотря на то, что я, как мой дедушка, тоже очень добрый, и поэтому я сопереживательный. Я считаю, что доброта спасёт мир, потому что то, что говорил Достоевский, красота спасёт мир, не каждому доступна. Красота спасёт мир. Ну, это понятно, но там доброта предполагается априори, молчаливо. Но на самом деле Достоевского я люблю, особенно подросток, что у подростка, там у него каждые пять минут меняется доминанта. Поразительный Достоевский, очень мною уважаемый. И Толстого очень люблю, и Брэдбери очень люблю, и Стругацких очень люблю. То, а Вайнеры, которые написали «Место встречи изменить нельзя», я их обучал саморегуляции покручу, и мне Вайнер говорит, слушай, я, говорит, удивляюсь, моя жена, говорит, она терпеть не может физкультуру, говорит. А тут я смотрю, она научилась твоим приемам, и каждое утро, говорит, летает, как птица. Я, говорит, два года уже смотрю на это каждое утро, и каждое утро удивляюсь. Я их Наташку научил, Дарьялову, летать, и она потом мне очень это самое... Я с таким восторгом смотрел, как она по центральному телевидению Малышева рассказывает, что она там в Америке, когда муж у него шоу оставил с двумя дочками, что она была... смотрела на окна своего там из-за квартиры на Матхетине, и ей было так тяжело, тяжело, и она психолог, она знает метод, и она вышла из этого трагического состояния, она взяла, сбросила стресс, полетела, и я летал, и у меня есть приемы, и она Малышевой говорит, хотите попробовать, и начинает ей приемы мои показывать. И я думал, вот сейчас скажет, сейчас скажет, что она из России это взяла, что она из Москвы это взяла, что она взяла этот ключ, и она не сказала. И получилось, что они там из Америки, и нас дураков здесь учат. Да, я, конечно, очень расстроился. А я два года отдал Ваннерам. Я их научил, мы с ним дружили, он мне рассказывал, как на его глазах зарождалась любовь Высоцкого и Марины Влади, как Высоцкий смотрел на нее с восхищением, и как она стояла, как яхта. Ну, вот такой молодец, вот так хорошо рассказывал Ваннер, ну, писатель больше, конечно. Ну, такие дела. Вот это автобиография, то, о чем вы меня спросили, когда, и я помню, знаете что, отвечая на ваш вопрос, я помню, я лежу в постели на рассвете, а я очень много думал, у меня мой друг, старший меня, он физик на ум, очень гениальный человек, сейчас он в Израиле, он мне научил, ты, говорит, всегда занимайся определением понятий. Сиди вот и пиши, например, муравей, что это такое? Определяй. Мир, что это такое? Определяй. Дерево, что это такое? Человек, определяй понятия. Он меня научил определять понятия. И это я ему очень за это благодарен. Я вот лежу в постели на рассвете, я всю ночь сидел, там писал на бумаге, статьи свои писал, я по ночам работал, писал статьи всякие, вычислял там что-то, как мир устроен и так далее, как мозг работает. И вот я лежу, я помню, на рассвете, в постели, и вдруг у меня, сейчас говорят, инсайт, вдруг я понял, что наш организм, наша шея, например, это не просто для того, чтобы галстук носить или рубашку, что наш организм это некий генератор, который при определенных условиях может генерировать не только идеи, он может генерировать эти химические вещества, там вот эти все вот, не только в тех объемах, о которых мы знаем, биохимия, не только в этом, а в том смысле, что человек будущего вообще будет, как-то у меня в детстве было такое, превращаться в зависимости от ситуации в те или иные формы, то в ветер, то в песню, ну, как фантастический образ у меня такой был в голове, больше и больше степеней свободы, больше и больше степеней свободы, и вдруг меня это озарило, что наше тело, это не просто тело для одежды, это нечто большее, о чем мы пока не предполагаем, я все время занимался тем, как работает наш мозг, у меня есть новая модель работы мозга, которая помогла мне выводить людей, пострадавших, и детей, взрослых, в Беслане, в Каспийске, в Тизляре, учить потом психологов МЧС, военных психологов, психологов образования, людей опасных профессий, и людей творческих профессий, готовить чемпионаты мира международные, Олимпийские игры, я как-то был в Китае, готовил тоже, ну вот, это мне помогло, новая модель работы мозга, там у меня 4 агрегатных состояния, как время года, весна, осень, там, зима, лето, а 4 агрегатных состояния, это бодрствование, где одновременно конкурирует множество доминантов, их конкуренция не позволяет, одно из них, стать ведущей для всего организма, и позволяет принимать разные решения, перебирая варианты, то есть думать за счет конкуренции и множества доминантов, это бодрствование, состояние транса, когда только одна доминанта, каждый следующий момент времени, неважно от содержания, или влюблен человек, или трагедия у него, неважно, но одна доминанта, потом, значит, это транс, потом, значит, сон, и сон со сновидениями, но если не говорить сейчас о сне, со сновидениями, то вот этот транс, транс отличается тем, что это фиксация внимания, зафиксированное внимание, то есть как раз, или вот то самое зависание, ты влюбился, и все, тебе мама говорит, да это не та девушка, но ты пойми, папа тебе говорит, и тебе надо сначала институт учить, а ты ничего не слышишь, не видишь, она в божественном свете, все, как говорится, без ума от нее, ну вот это вот транс, как раз и еле утрата, вот я много там работал, когда выводил детей, детей из острого средства, которые шокированы, и взрослые, там дети погибли, там у меня паренька в Каспийске был, у него только один палец работал, у него весь загипсованный, там взрыв был дома, пограничник как-то, у него один только палец работал, у него четыре осколка вынули из шеи, а еще один остался, и хирурги обсуждали вопрос, опасно выводить тот, может быть так пока оставить, или как, и он 9 суток не спал, вообще весь такой отечный, меня повели к нему в паут, весь такой отечный, и он не может спать, и мощнотворное делает, он не может спать, потому что он только глаза закрывает, а у него взрыв перед глазами, ну какой-то он может быть психом, и короче говоря, я ему сказал, а ты попробуй вот этим пальцем, представь, что палец двигается, и диаметр, вот у меня есть приемы левитационные, когда представил себе область, что руки расходятся, нашел положение, чтобы не было конкуренции, и нашел положение, и пошло, на автомат выходишь, и можем в обратную сторону, если так не получается, можно так сплывать, можно покончаться немножко, и пошло, ну короче, перебирать там, палец попробую, вот у меня называется палец ходимурада, потому что я как-то летел в самолете, и мой друг художник мне говорит, слушай, ты всех учишь это, научи меня, а там где в самолете руки разводить, я ему говорю, возьми, представь, что палец двигается, и он сидит в самолете, и он так представил, что палец двигается, раз, раз палец пошел, пошел, я ему говорю, Хаджимурад, ну как дела, он говорит, подождите, слушай, так интересно, я прямо углубился, и вижу свои картины, как их рисовать, и я тогда понял, что вот Сармадор Далик, которому Капуцин один ключ подарил металлический, и тазик такой, он ставил, медный тазик, и он раскачивался в кресле, он искался событием между сном и бодрствием, и если он засыпал, ключ падал, звенел оттабель в тазик, и он пробуждался, и он там искал, это самое состояние, когда он мог свои картины видеть без всяких вот этих шаблонов, поэтому он так прекрасно рисовал, неординарно рисовал, нетипичную живопись, и я вот то же самое, Хаджимурад мой художник был, и поэтому он думал о своих картинах, и одновременно палец пошел, и он углубился в транс, и представил себе картину без шаблонов, без стереотипов, без страхов, без опыта, а именно как он хотел, свободно, только у того ключ был металлический, а у меня ключ тоже раскачивание, и вот это, и там много разных вариантов, и вот значит, этот парень с гипсом, на палец вот так делал, 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 потому что у него только палец, больше ничего, весь он такой вот, гипси, и короче говоря, мы вышли из кабинета, из палаты, я сказал врачам, пусть он немножко полежит, мы сейчас придем еще посмотрим, заходим минут через 12-15, и он спит уже, то есть за все эти дни, первый раз, снял напряжение, и заснул, потому что организм требовал сна, и моментально заснул, то есть вот это переключило его внимание, потому что я нашел ему действие, с игроной и тихущим состоянием, вот это у него получилось, если у него бы так не получилось, я бы предложил ему так сделать, так бы не получилось, я бы ему предложил на глазах сделать, я недавно придумал прием, остеклянение глаз, моргание, потом зигзаг, звезда хаоса называется, когда глазами туда, сюда, брызгий, брызгий, туда, мелькаешь глазами, хаотично, причем придумываешь сам, именно неожиданные движения, а потом можно такие волнообразные, как у шапира, маятник, поморгать, 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 потому что когда человек засыпает, у него бывает некоторое тоже в глазах, и когда в транс ходит, тоже некоторое другое, вот осознанное применение инстинктивных действий, которые у человека бывают, когда он в трансе, когда он в стрессе и так далее, я даю ему в виде упражнения, за 5 секунд, человек может поморгать глазами, как я сказал, ну там методика, и потом все, взгляд пустил рассеянный, такой сидит, и у него наступает освобождение, ему уже петь хочется, или он засыпает, ну зависит от исходного состояния. Пятисекундное упражнение, почему я придумал, потому что я сам упал на гололёде, у меня позвонок влетел в спинной мозг, у меня оперировали 7,5 часов, и сутки неврологии. Я 7 лет, я первый человек в стране, который на карантин сел до ковида всякого, а еще ковида не было, я уже не мог выходить из квартиры. Я 7 лет никуда не выходил, ну один раз я вынужден был полететь, там меня пригласили из другого государства, там к президенту, ну надо было так уж. Но я никуда не выхожу, никуда не гуляю, по улице ходить не могу, и я учу других людей, таких как я, я учу других людей, которые и штурмуют, у меня есть друг Дмитрий Пеленкин, он сделал штурм глубины, без акваланга, такую глубину, без рук, без ног. Другой с парашютом прыгает, чемпион мира, без рук. То есть у меня инвалиды, у меня футболисты, у меня хоккеисты, у меня чемпионы мира с руками и с ногами, у меня самые разные люди, и очень много людей в школе человек-будшую, кому-футурс участники, и мы все вместе создаем науку человечности. Потому что религии все пересорились между собой. Наука человечности, это как раз таки, я выделил там основные качества человека будущего. Это супержевательность, это любовь, это чувство бесценности живого, это созидательность, и это способность, владея своим состоянием, снимая стресс, выходить в коммуникацию на синергетическом, не альтернативном диалоге, в открытом диалоге, в направлении решения общей задачи, которая всех волнует. И вот скоро мы будем делать, решать, я сейчас делаю пока коллективный разум, такой иногда, когда картины мы все вместе рисуем, мне советы дали, там подкрасть, там подкрасть, такие картины получаются, такое направление придумать. А еще мы будем скоро решать глобальные проблемы человека-человечества. Потому что я понял, что человек будущего будет такой же, как и я, как сказал, что он будет лучше управлять своим состоянием, а теперь я подумал, как использовать энергию стресса, как стресс-трамплинг для решения ранее нерешаемых задач. Я сам лично это применяю. Когда меня паника накрывает, у меня это бывает, у меня это с детства бывает, и сосуды плохие, там я не досыпал раньше, я не понимал, как сильно влияет недосыпание на плохое самочувствие человека, что надо обязательно не переутомляться. Надо молодых научить, чтобы они помнили. Переутомляться нельзя. Обязательно нельзя переутомляться. Так вот вопрос заключается в том, что эти паники у меня бывают. Я придумал. Паника у меня, я придумал. Я резко нажимаю на концы пальцев, вот на это, это называется у меня узелки на память. Это и запоминается хорошо, когда паничное состояние. Вот прямо схватило меня. Погода поменялась резко, у меня сосуды плохо адаптируются, и там титан стоит по зону. И, короче, я так нажимаю, и пока я нажимаю, уже она начинает отпускать. Потому что здесь доминанты, я попал в транс. Стресс – это транс. Я попал в негативный, с ожиданием негативного исхода ситуации. Транс. И теперь я создаю конкурирующую доминанту. То есть я из той доминанты себя вытаскиваю за счет того, что мозг создаёт дополнительный очаг возбуждения. Теперь энергия мозга распределяется на два очага. И поэтому мощность той доминанты слабеет, обесточивается. Ну, много чего. И в этот момент я освобождаюсь, успокаиваюсь. Ну, всех я тоже учу, чтобы они записывали в течение 10-12 дней погоду. Это первое. Это очень важно. Ирмагнитная обстановка, атмосферное давление, температура, дождь, ветер, снег. Посадки. Ну, чтобы они 4 этих параметра записывали. Для чего? Очень много людей просто не знают, что раздражительность, утомляемость, скандальность какая-то у них может быть в какой-то момент. Они могут это причислять к этому какие-то события, а на самом деле погода резко поменялась. Они не знали об этом. Поэтому я их учу в школе, чтобы они могли, значит, понимать. Потому что, когда человек попадает в неопределенность, он начинает себя накручивать. Появляется психосоматика. А так вдруг ему плохо, он плохо спал две ночи, не знает почему, что выглянуло в окне, а оказывается снегопад. А, ну тогда понятно. Точка опоры появилась. То есть это противостояние неопределенности. В принципе, школа «Человек будущего» хомофатурс работает на то, чтобы создать науку человечности и там ключ и инструмент к этому, потому что, когда человек в стрессе, какой он человек, он выживает, он эгоист. И вот все внимание на себе. И второе, наука человечности, и второе, вот как раз-таки развитие человеческих творческих качеств, включая изобретательское вошление. То есть я посуществую, обучаю человека быть изобретателем. Потому что даже женщина, как я говорю, которая хочет идти в магазин и купить ребенку по гребушку или по зубке, и вдруг в магазине этого нет, она по существу думает, как же ей поступить, она изобретает. Но просто мы не привыкли называть это изобретательство. А на самом деле мы все изобретатели. Я даю инструменты к этому. Ну вот автобиографии. Спасибо, очень интересно. На самом деле и когда вы описывали допустим свои школьные воспоминания в плане химической лаборатории, вы совершили те же самые действия руками, которые уже до этого показывали, когда вы работаете с клиентами, с пациентами. Здесь просто я говорю, что это обычно всегда имеет вот такое знакомство, такую связь. Когда вы описывали таблетку, ее вкус, допустим, шершавость и так далее. Когда вы показывали пальцы, когда они были обожжены, после химического ожога, вы опять совершили те же самые действия. Вы и здесь их повторяете. То есть тот опыт заложил первичную матрицу для того, чтобы дальше вы именно в этом русле находили какие-то варианты и действительно это так и работает. если внимательно посмотреть. То есть это индивидуальный опыт с одной стороны. Безусловно, у вас он довольно интересный. А с другой стороны, это генетические задатки. Вот эта творческость, я помню, она тоже присутствовала. Хотя по поводу творческости, когда говорите «все люди творческие», я почему-то сразу подумал про жилья. это я все-таки не считаю творчеством, хотя если брать что-то более интересное, конечно, творческих людей у нас много и действительно, о чем вы говорите, можно отнести к психологии творчества, и к телесно-ориентированной терапии, и элементы сугесто-терапии здесь есть достаточно интересные. Можно я скажу? Для меня творчество это не петь и танцевать, или изобретать «Жигули», или подводную лодку. Для меня творчество это решение любой сложной задачи при поиске в ней для нее наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. То есть творческий подход это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих И тогда человек, создавая атомную бомбу или какие-то такие вот чудовищные вещи, имеет чувство человеческой ответственности. Потому что творить это не просто сделать там чего-то, это иметь всё-таки какую-то причастность, зачем ты это делаешь, смысл какой-то человеческий. Поэтому мы создаём науку человечности. И у меня много из разных стран, из Украины, из Белоруссии, из Греции, из Израиля, из Америки, откуда угодно людей. И мы все вместе определяем понятия, что такое человек, что такое любовь, что такое сопереживание, потому что эти понятия очень расплывчатые. Каждый понимает по-своему, в этом вся беда. И ещё беда в том, что у нас законы в стране по защите Творца в человеке очень расплывчатые. У нас Творец в человеке не защищён. И у нас больше в Библии смотрят на то, что человек грешен, а не на то, что решил Бог создать человека по своему образу и подобию. То бишь, как Творца, да. То есть у нас презумпция виновности. Вот сейчас скажи людям, дать вам свободу. Да что вы, какая свобода? Сейчас люди на улицу на красный свет переходят. Люди боятся свободы, потому что они никогда не были свободными. Потому что, чтобы быть свободным, надо выходить на нулевое состояние, разгружаться от стресса, выходить из этой западной зацикленности и быть самим собой. Поэтому моё последнее достижение, знаете какое? Я рекомендую каждому человеку на 5 минут в день. Когда никто его не видит, побыть ребёнком. Покапризничать, если захочется постонать, поплакать, попеть, пошептать, что он хочет, что он хочет, побыть ребёнком маленьким. Потому что даже взрослые детки большие, когда они болеют, например, температурой или что, они становятся детьми капризными. Почему? Мост так устроен. Это защитная инстинктивная реакция. И поэтому, если это практиковать как упражнение, побыть ребёнком, побыть самим собой. Если так недельку человек делает по 5 минут в день, у него многое меняется к лучшему. Очень многое меняется. И гомиостаз, и творческие качества. И на многие проблемы он начинает смотреть по-другому. Спасибо, Касай Макомедович. Надеюсь, нашим зрителям было очень интересно слушать. Очень интересные грани у вас раскрываются сегодня. Я надеюсь, всё-таки большее количество зрителей моего канала и ваших последователей будут читать ваши книги, смотреть ваши видео. Я вам очень благодарен. Я хочу всем нашим участникам школы «Человек больше хомо-футурс» рекомендовать. Я с таким упоением смотрел материалы Дмитрия Анатольевича. Даже прошу вас всех. Какая это школа «Человек будущего», если вы не в курсе этих материалов. Это обязательно. Потому что это очень компетентная работа. Пожалуйста, посмотрите. Просто набирайте там. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, где прямое, целевое, где сразу найти в адресе. Просто написать смыслов. Или там в WhatsApp, или там в Skype. Я смотрел в этом в Facebook. Не в Facebook, а в YouTube. У меня, слава богу, что-то там есть. Но я давно там не бывал. Нет. Психологический канал Дмитрия Оснослова в YouTube или психологический канал Дмитрия Оснослова в ВКонтакте, кроме лекций идет еще дополнительный материал, передачи и прочее. А на канале в YouTube, ввиду нынешней всей этой ситуации, я стараюсь сейчас не так много выкладывать, но стараюсь доводиться отшел для того, чтобы моменты были важны. Но, к сожалению, лекций слишком много накопилось за эти годы, поэтому просмотреть все абсолютно, такую цель ставить на себя не стоит, она, на мой взгляд, бессмысленна и беспощадна, потому что там 400 лекций прослушать, что будет в голове, лучше прослушать. Это понятно, но они посмотрят то, что вы порекомендуете, во-первых, а я лично рекомендую обязательно «Трансовые состояния», вот эту книгу посмотрите, пожалуйста, это очень интересно. Я считаю, что это самая компетентная книга, которую я вообще видел по трансовым состояниям. Ну и другие, конечно, и Гуджиева послушайте, и вот «Франкла», «Франкуле», там очень много интересного, может быть, и Дмитрий Анатольевич сам тоже посоветует, на что обратить внимание. Пожалуйста, скажите, Дмитрий Анатольевич. Многое зависит от запросов, но как человек ленивый, я стараюсь сразу заранее продумывать разные варианты с точки зрения материала, так, чтобы этот материал более подходил под конкретные случаи, поэтому есть авторский сайт «Дэнсмыслов.ру», и там как раз эти лекции у меня разбиты по блокировкам, по разным темам. И по ним можно как раз изучить то, что нужно, потому что на Ютубе, конечно, слишком много всего, а там я, да, именно повторюсь, только сугубо из ленивых, потому что я не люблю одно и то же делать много раз. Потому что мне лучше делать что-то новое, чем повторять одно и то же. Это есть, творец, творец, да, конечно. Здесь, наверное, так, ну, по факту, конечно, допустим, по поводу канала, я, на самом деле, первоначальная идея создания канала была предельно проста для студентов, которые в силу каких-то причин не могли прослушать лекции, ну, а дальше уже невозможно каким-то образом найти других вариантов. Все равно требования были, приходилось смотреть, изучать, то есть начиналось с этого. А потом, на самом деле, для меня оказалось более важной идеей, когда лекции стали как-то подробнее распространяться по миру. И я даже был несколько удивлен этому эффекту, но дело в другом, что важно, чтобы люди приходили к психологии, понимали или чувствовали, интересовались. И было бы очень важно, чтобы не теряли человеческое в современное время, то есть, ну, продолжали оставаться интеллектуальными и старались видеть, наблюдать то, что для меня важно, это видеть мелочи и нюансы. Я говорю, что сказки всегда рядом, просто почему-то люди, большинство людей этого могут не видеть или не замечать, не потому что они вообще не способны, а потому что, во-первых, к этому не учили, а во-вторых, наверное, просто в этом не было необходимости. Может быть, такова жизнь, что нужно решать какие-то вопросы немного другого плана, а когда ты эти мелочи видишь и связываешь их между собой, люди начинают говорить, что это, ну, вот, ну, не мистика, ну, что это, непонятно, вот, на самом деле мистики здесь никакой нет. Когда я объясняю эти логические связи, они абсолютно, ну, на мой взгляд, понятны и очевидны. Вот, как одна слушательница попросила, когда я был в Питере в командировке, рассказать о ней что-нибудь, я говорю, ну, распишитесь, она расписалась, я посмотрел на ее подпись, я говорю, и вы закорючка. Я ожидала такой прыть от меня, что я настолько подробно о ней расскажу, вот, она говорит, смысл закорючка. Я просил взгляд на безымянный палец, я проявил припитом обручальное кольцо, я задал вопрос, расскажите, пожалуйста, а до замужества у вас какая-то, она расписалась, я объяснил, до замужества у вас было имя и фамилия, вы были человеками. А после замужества вы стали закорючкой. И тут, наконец-то, слава богу, в ее голову пришла очень важная идея, что, оказывается, она говорит, а мне это вообще даже не приходило в голову. Неужели это взаимосвязано? Говорит, это слишком взаимосвязано, это совсем не мелочь. И вот таких мелочей довольно много, когда мы занимаемся изучением человека, и, по-сам-дель, их очень много. И, мне кажется, в любой профессии эти знания есть, но когда мы, допустим, идем к стоматологу, может быть вопросы, связанные с зубами, а с другой стороны, а ведь зубы-то и проблемы с зубами связаны с чем? Связаны с телом человека, с его некоторыми привычками, да, с его особенностями, допустим, челюстей, вот эти нюансы специфические, сжатые челюсти, как часто двигает он зубами, как один из вариантов, какие зубы больше стираются, то есть это в любом случае тоже говорит о характере. Когда мы идем к парикмахеру, волосы, о волосах парикмахер может рассказать многое, и это тоже знание. И так, собственно говоря, все профессии, которые связаны с человеком, нам об этом говорят. Недаром в свое время Борис Георгиевич Ананев как раз предлагал, да, человека знания, объединить все науки у человека в единую науку, вот это человека знания. Но, наверное, мы слишком юны для того, чтобы эта наука появилась, потому что мне кажется, что еще очень долго каждый представитель каждой науки будет тянуть одеяло на себя и говорить, что они здесь главные и самые важные. Но я думаю, что постепенно все-таки это понимание приходит, и вот свое бытность, когда приходилось преподавать в медицинских вузах, я надеюсь, что постепенно студенты наши, которые уже сейчас совсем не студенты, уже много времени прошло, они с уважением относятся к психологии, несмотря на то, что на психологии там давался из шести лет целый один семестр. Что меня, конечно, очень сильно удивляло, а с кем им работать дальше? Учитывая, зачем надо делать, с чем им дальше работать, с кем работать? С механизмом или с человеком? На психологии один семестр. Я не то что негодовал, мне было это немножко странно, потому что, ну, как-то не совсем очевидно. Еще Чехов писал, теперь я понял душу медицины, что это означает. Это он понял психологию пациента. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Спасибо, Хосан Анатольевич. Спасибо большое.